Тим Миллер Фургончик для изнасилований Фургончик Глава первая Фургон мчался по пустой дороге, поднимая пыль за собой. Это был старый грузовой фургон. Но Энди использовал его для поездок. Вероятно, не самый безопасный выбор, но фургон был достаточно большим, чтобы туда влезли его друзья и их имущество. «Может, помедленнее?» — рябкнула Бриджит, его девушка. «Весь фургон трясется!» «Он всегда трясется. Он старый». «Так, может, пора его заменить?» «Он любит свой фургон для изнасилований слишком сильно», — отозвался Мартин сзади. Он и его девушка Криси лежали на старом матрасе в грузовой части. На каждой кочке на дороге они подлетали вверх. «Может, хватит его так называть?» — закричал Энди. «Я надеялся, что ты починишь радио», — сказал Мартин. «Вашу мать, как скучно! Я устал слушать, как вы двое кудахчете!» «Я сказал же, как только мы доберемся до Остина, кто-нибудь его посмотрит». Они были в дороге уже несколько дней. На самом деле, дома у них не было. Энди и Бриджит жили в фургоне, катаясь по стране, как современные хиппи. Мартин и Бриджит они подобрали в Оклахоме, и с тех пор они не расставались. Обычно Энди эти подобранцы не доставали, но это был только вопрос времени. Сейчас они были между Остином и Раундроком, и тут были только пустоши и проселочные дороги. Энди старался избегать автострад. Слишком большое движение, и, кроме того, ему понравился местный пейзаж. «Возможно, кто-нибудь из вас споет, если скучно», — хмыкнула Бриджит. «Боже!» — Криси вскочила. «Не позволяйте ему! Он поет в душе! От этого собаки воют!» «Я не пою в душе!» — возразил Мартин. «Поешь-поешь! Ты думаешь, я не слышу! Но тебя весь район слышат!» «Да и пофиг!» «Вы посмотрите! Он, кажется, разозлился!» «Эй!» — сказал Энди. «Успокойтесь! Если вы, ребята, хотите забраться назад на здоровье!» Бриджит быстро ударила его в плечо. «Эй! Чего, черт возьми?» «А ты чертов извращенец!» «Ты знаешь, я просто шучу!» «Ага! Иди нахрен!» Перед ними появилась небольшая заправка. Энди остановился и заглушил двигатель. «Я собираюсь наполнить бак. Кому нужно в туалет или что-то типа того, давайте!» Сказал Энди, выскакивая из машины. Он вошел внутрь. Там был только один человек за кассой. Пожилая женщина, где-то около пятидесяти. На ней был красный жилет, и она играла в телефон, когда он вошел. «Я могу помочь?» — спросила она сонно. «Да, сорок долларов, четвертая колонка». «Хорошо. Что-нибудь еще?» — спросила она, принимая деньги. Мартин и Криси пошли посмотреть что-нибудь перекусить. Они нашли содовую, чипсы и вяленую говядину. Пока они ели, из задней комнаты вышел пожилой мужчина. На нем тоже был красный жилет, и он был немного выше Энди. Мужчина выглянул в окно на фургон. «Вы, парни, хотите полное обслуживание?» — спросил он. «Полное обслуживание?» — переспросил Энди. «Ну, знаете, я могу накачать колеса, вымыть окна. Полное обслуживание». «Угу. Остались места, где еще делают все это?» «Тут делают». «Ну, конечно, давайте». «Ладненько». Мужчина подошел к фургону. Энди наблюдал за ним. Он схватил пакет чипсов и содовую. Мартин и Криси оплатили еду. Женщина пробила чек, и Энди вышел на улицу. «Так, и куда вы, детки, направляетесь?» — спросил старик. «Востин. На этом? Не очень безопасно. Вы все на нем?» «Он достаточно безопасен». «Лучше надеяться, что вас не остановят. Полицейские решат, что продаете наркотики или делаете что-то другое, незаконное. Мы бы поехали на север, если бы мы делали такое, не на юг. «Ну да ладно. И вообще, это что, часть полного обслуживания? Доставать клиента?» «Да я ж просто болтаю, сынок. Не стоит так грызаться». Мужчина закончил заправлять фургон, взял резиновую швабру и начал отмывать лобовое стекло. Бриджит сидела впереди. «Ну, привет», — сказала она. «Привет», — ответил старик. «Вы с ним? Я верно понял». «Конечно. Он всегда такой веселый». «Не обращайте внимания, мы долго едем, он раздражен». «Понятненько». Мартин и Крисси забрались назад в фургон, сев за Бриджит. Старик закончил мыть лобовое стекло и обернулся. Он так и не увидел, как Энди подошел сзади, только почувствовал его кулак. Энди ударил старика кулаком прямо в нос и сбил его с ног. Бриджит завизжала, а старик упал. «Черт побери, ты отправил его в нокаут с одного удара!» Из фургона кричала Крисси, а Мартин выскочил на улицу. «Что, черт возьми, это было? Зачем ты это сделал?» — закричал Марти. Крисси вынула оружие из сумочки и сунула его в лицо Мартина. «Закройся и забирайся внутрь». «Что происходит? Быстро!» — рявкнула она. Мартин поднял руки и стал пятиться к фургону, забрался внутрь. Энди вытащил старика и бросил его назад, затем закрыл дверь. «Теперь иди за старухой», — сказал он. «И удостоверься, что тут нет никаких камер». Он подождал. Несколько минут спустя Бриджит вернулась. Она вела женщину под прицелом. Старуха подошла к фургону. «Что происходит? Где Роберт?» «Роберт, в порядке. Садись в фургон», — приказал Энди. «Вы грабите нас? Просто возьмите то, что хотите, и уходите». «Да, это грабеж. Я беру вас обоих, а теперь садитесь, сраный фургон!» Энди силой впихнул женщину в фургон, залез следом. Бриджит держала всех под прицелом, пока Энди искал скотч, а потом скручивал всем по очереди руки за спиной. Обмотав и ноги, Энди закрыл дверь. Бриджит добралась до руля, и они тронулись с места. «Ты что делаешь, мужик?» — спросил Мартин. «Просто закрой рот!» — закричал Энди. «Боже, сделай что-нибудь, Мартин!» — крикнула Крисси. «Что? У нас руки связаны, а у них оружие!» Фургон прибавил скорость. Энди озирался. «А это что? Я думаю, в фургоне немножко тесновато. Вы как считаете?» «Ты прав», — сказал Мартин. «Я думаю, что нужно нас отпустить». «Думаешь?» «Ты вообще о чем, старик, а?» «Ну, я был бы счастлив, если бы вы просто дали нам уйти». «Возможно, я сделаю это». Энди открыл дверь на скорости и подтянул старика к проему. «Вот так! Хочешь, чтобы я дал тебе уйти?» «Я-то не хочу!» «Давай, давай! Мне тут нужно место! Возможно, я дам уйти твоей леди!» «Ты так предпочитаешь?» «Нет, нет, нет! Пожалуйста!» «Пожалуйста что?» «Просто, пожалуйста! Не причиняйте нам вреда!» «А как насчет этого тогда?» Энди, достав из кармана револьвер, засунул его в горло старика и нажал на курок. Влажный ошметок кровавых костей и плоти вырвался из затылка мужчины. Тот забулькал, и Энди отпустил тело. Труп подпрыгнул, тяжело упал на дорогу. Фургон помчался дальше. Все в фургоне кричали, даже Бриджит кричала, но на самом деле она передразнивала жертв. Энди закрыл дверь и посмотрел на остальных. «Вот». «Теперь тут немного просторнее». «Разве вам так не кажется?» Женщина кричала и плакала. «Вы убили его! Почему? Почему?» «Я же твою мать сказал тебе, потому что тут было слишком тесно! Теперь закрой рот или будешь следующий!» Он повернулся и направил оружие на Мартина. «Как ты это назвал?» «Что назвал?» «Мой чертов фургон, тупица! Как ты его назвал?» «А фургончик для изнасилований?» «Угу. Ты назвал мой фургон, который вообще-то мой сраный дом на минуточку?» «Ты назвал мой чертов фургон фургончиком для изнасилований!» «Раз ты так думаешь, что надо, чтобы он соответствовал репутации, да?» Энди сунул оружие в карман сиденья пассажира и расстегнул штаны. Крисси начала кричать. Мартин тоже закричал. «Нет!» — вопил Мартин. «Пожалуйста, не причиняй ей вреда! Не насилуй ее!» Энди остановил молнию на середине. «Ее?» «Кто говорил о ней?» «Мой член войдет в твой анус, приятель!» «Что? Нет! Выпустите меня отсюда, к черту! Да выпусти меня!» Мартин начал дрыгаться и пинаться. Энди, наконец, снял джинсы. Большой член был уже эрригирован. Энди посмотрел на Крисси. «Эх, видишь, это дерьмо! Он не дергался так, как додумал, что я собираюсь трахнуть тебя!» По лицу Крисси бежали слезы. Энди посмотрел на Мартина. «Ну ладно, чемпион, давай сделаем это!» Энди опустился, хватая Мартина за джинсы и вытащил карманный нож. Он щелкнул лезвием и начал срезать штаны из парня. Мартин кричал и сопротивлялся, но тщетно у него были связаны руки за спиной. Энди быстро срезал штаны и разрезал нижнее белье жертвы. Он пошлепал Мартина по животу, а потом ударил эрригированным членом по его заднице. Мартин рычал и кричал. Энди начал входить в него. «Ну, держись, приятель!» Сказал Энди. «Я на сухую вхожу!» Марти кричал и стонал. Энди входил все глубже, и Мартин вопил все громче с каждым движением. «Извини, приятель, я не дам тебе крутиться тут, черт побери! Да я сейчас взорвусь!» Марти высоко взвизгнул, тело Энди напряглось, пока тот дергался и стонал. Минуту спустя он встал и надел джинсы, указал на Мартина, который лежал и плакал. «О, смотрим!» «Секундочку!» «Погоди-ка, погоди-ка!» Сказал Энди. Минуту спустя смешанная с дерьмом сперма белыми, коричневыми и кроваво-красными каплями медленно засочилась из задницы Мартина. «И вот так вот! Шоколадный кремовый пирог!» «Хочешь есть это дерьмо, девочка?» «Да пошел ты!» — закричала Крисси. «Ах так! Ну ты не будь такой! Нужно подождать! Я ведь не машина, не волнуйся! Мы еще сможем повеселиться!» «Ну-ка, бабулька, иди сюда!» Он схватил пожилую женщину и сорвал с нее рубашку. Она закричала, когда он потянул ее в переднюю часть фургона за волосы и сел позади нее, удерживая ее в сидячем положении. «Время для стрижки, бабанька!» Энди вынул свой нож и провел им по ее затылку. Она вскрикнула, когда он прорезал кожу до кости на уровне ушей с одной стороны до другой. Она пыталась отодвинуться, но он крепко держал ее за волосы. Несколько минут спустя он посмотрел на Крисси. «Ну, давай посмотрим на новый облик бабаньки!» Он потянул за волосы. Женщина взвыла от боли, когда ее плоть, оторванная от мышцы костей, начала отходить от черепа. Энди потянул сильнее, пока плоть не оторвалась с ее лица. Он содрал кожу с носа и просто оставил дряблую кожу болтаться чуть ниже губ. «Черт побери! Это, маля пиздец, как круто! Бриджет, посмотри ты на это дерьмо! Я оторвал ее лицо, твою мать, а она все еще жива!» «А я не могу смотреть, я машину веду. Я тебя сейчас сфотою!» Он вытащил смартфон и стал поддерживать лицо женщины под подбородок, потому что она дрожала и тряслась. Ее лицо было красной мышцей с сухожилиями и глазными яблоками. Он сделал фото и убрал телефон в карман. Женщина бормотала что-то, но он не мог разобрать, что. «Шо-шо-шо?» «Холодно», — сказала она. «Мне холодно». «Шо-шо-шо? Тебе холодно?» «Да к черту холодно!» «У тебя ж гребаного лица нет!» Он толкнул ее. Женщина упала на спину. Она продолжала дрожать, и Крисси впивалась взглядом в него. «Ты просто так оставишь ее?» «Ну и что ты хочешь, чтобы я сделал? Она и так скоро умрет. У нее вообще шок». Мартин все еще стонал, уткнув лицо в колени. Энди видел, как Мартин сделал выпад в его сторону с диким ревом. Потом он отступил в сторону и пнул его в лицо. Кровь и зубы разлетелись по фургону, так как челюсть Мартина треснула. Мартин упал. Энди опустился перед ним на колени. «Мальчик, это было чертовски глупо. Я собирался убить тебя, но сначала ты будешь смотреть, как твоя девушка мне сосет». Мартин лежа затих. Изо рта у него текла кровь. Энди схватил Крисси за волосы и потянул ее к своим коленям. «И вот что я скажу. Если ты меня укусишь, сука, я вырву тебе зубы и засуну в твою киску». Он вынул свой член, уже снова стоячий, и сунул его в рот Крисси. Она обернула губами зубы, впуская его. А Энди держал ее за волосы, трахая в лицо. «А так вот. Ну и как тебе дерьмо твоего бойфренда на вкус? Чертовски хорошо, да? Ты всасываешь его дерьмо с моего члена». «Мой, мой, чертовски забавно». Он трахал ее быстрее и быстрее, пока он не почувствовал, что ее зубы сомкнулись на его головке. Он тут же ударил ее кулаком в нос, ломая его, и швырнул ее назад. Он посмотрел на головку своего члена. Кровь, конечно, была, но выглядело не слишком страшно. Придется не трахаться несколько дней. «Черт возьми! Я же твою мать предупреждал тебя!» Он опустился, вынул пистолет из кармана и прикладом начал бить ее в лицо. Кости и хрящи трещали и лопались. Кровь забрызгала его лицо и рубашку. Он бил и бил ее по лицу. Через несколько минут оно раздулось, превратившись в месиво из костей, крови и мякоти. Где-то пузырилась кровь. Энди думал на месте носа, но уверен, он не был. Одно из ее глазных яблок стекало по лицу. Мартин так и продолжал кричать, все еще выплевывая собственные зубы. Энди наклонился к нему и достал нож снова. «А тебе все мало, слизняк! Хочешь еще?» Энди сунул нож в ванну с Мартином. Мартин закричал сильнее, поскольку Энди водил ножом вперед и назад. А потом начал водить им вверх и вниз. Потом он вытащил нож и стер кровавые ошметки кишки Мартина с лезвия. «Боже мой, чувак, ты орешь сильнее, чем твоя сраная баба!» Мартин впал в истерику, крича и плача. Он что-то бормотал. Энди так и не смог разобрать. «Боже мой, я больше не могу это выносить!» Сказал Энди и перерезал ему горло. Кровь небольшим фонтаном прыснула по салону. Мартин смог, дернулся несколько раз и умер. Энди убрал нож и перелез на правое сиденье. «Веселишься, малыш?» спросила Бриджит. «Ну ты же знаешь, что да». «Хорошо, в следующий раз ты ведешь». «Я знаю, мы меняемся, я понял». «И что, ты действительно заставил ее сосать дерьмо с твоего члена?» «Да, я хотел, чтобы он чист для тебя, но эта сука укусила меня». «Ай, ты мой беднярчик, я поцелую его хорошенько. Позже, может быть. Мы будем в остерне через несколько минут». «Отлично, скоро стемнеет, мы свалим тела, а потом возьмем комнату в отеле». «Я люблю тебя, моя сахарная сливка», — сказал Энди. «И я люблю тебя, мой медовый кролик». Он наклонился и подарил ей кровавый поцелуй. «Глава вторая. «Можешь сесть за руль ты?» — спросил Мэтт. «Я что-то сонный». «Да, думаю, да», — ответил Отаби. «Остановишься на следующей заправке. Мне нужно еще и в туалет». Они ехали уже несколько часов. Выехали из Хьюстона рано утром и двигались в Остин. Мама Мэтта звонила накануне ночью и сказала, что отца увезли в больницу в Далласе. Сейчас с ним все было хорошо, но он перенес легкий сердечный приступ. Однако Мэтт чувствовал, что ему нужно увидеть своих родителей. И Таби была согласна и поехала с ним. Она видела его родителей только один раз и подумала, что будет хорошо провести какое-то время вместе, как семья. Мэтт вел машину все это время, а длинные дороги Техаса могут вымотать кого угодно. Так что это вполне распространено, захотеть спать за рулем. Люди ошибаются, думая, что все в Техасе были в каждом городке штата. Этот штат огромен. Некоторые города находятся в шести-восьми часах друг от друга. Это при ограничении скорости 80 миль в час. Таби не могла представить, как выкручивались ковбои на Старом Западе, когда им нужно было ехать по жаре верхом. «Думаешь, моя мать злится, что я не был у них целый год?» — спросил Мэтт. «Нет. Почему бы мне так думать? Я имею в виду, ты только получил работу, и у тебя всего несколько дней отпуска в год. Когда бы ты мог ее посетить? По затратам перелет стоит столько же, сколько и потратишь на дорогу на машине, если не планировать поездку за целый месяц. И все равно это выйдет дорого. Она это знает, она понимает. — Да, наверное. Я просто чувствую себя весьма виноватым. — Ну, не стоит. Твоя мама умная женщина, она все понимает. Ты взрослый, у тебя своя жизнь. Ты отзваниваешься ей несколько раз в месяц. Это чаще, чем большинство людей отзваниваются родителям. Я не говорил со своей матерью уже пять лет. — Ну да, твоя мать же психованная. — Это точно, но тем не менее, я не буду говорить с ней. Таби и мать перестали общаться много лет назад. Отец бросил их, когда Таби была еще ребенком. За эти годы ее мама приводила одного мужика за другим. Это превратило жизнь Таби в парад насилия, надругательств и издевательств. Каждый раз, когда она пыталась рассказать матери, что эти парни делали с ней, ее мать злилась и обзывала ее лгуньей. Мать винила ее за то, что отец их бросил, хотя Таби года не было тогда. Как сказал Мэтт, эта сука была психованная. Когда Таби стала старше, все стало только хуже. Мать полностью сосредоточилась на выпивке и сексе, и все, что мешало этому, типа ребенка, воспринимало как угрозу. Таби получала стипендию в Техасе, ЭНДМ. Закончила школу и уехала туда из Миссури, как только выпустилась. После колледжа она никогда не возвращалась и даже ни разу не звонила матери с тех пор, как уехала. Она проводила лето с друзьями из колледжа, ездила в путешествия. Ничто не могло ее заставить вернуться к своей старой жизни. Она встретила Мэтта на четвертом курсе ВНДМ, и с тех пор они не расставались. Знак заправки вырвал ее из раздумий, поскольку они были уже близко. «Там есть мини-маркет. Остановись, и мы поменяемся местами». «Звучит классно», — сказал Мэтт. Они остановились на заправке. «Я иду в туалет и куплю что-нибудь попить. Тебе взять что-нибудь?» — спросила Таби. «Я колду буду. Пока заправлюсь». «Хорошо, я скоро вернусь». Мэтт смотрела, как Таби скрывается за дверью магазина. Он поразился в очередной раз, как ему повезло. Эта девчонка могла из него веревки вить. Она могла бы стать моделью, если бы захотела. Таби была высокой и достаточно привлекательной. Иногда она даже участвовала в модельных съемках, но ей это не нравилось. Мэтт не понимал, чего такая красивая девчонка нашла в компьютерном гике, но он не жаловался. Он вылез, вставил насос в бензобак и щелкнул рычагом. Большой фургон без окон затормозил рядом. Он был старым и побитым. Обычно, когда Мэтт видел такие на дороге, это был какой-то торговый транспорт. На этом не было никаких надписей. Просто белый фургон с красной полосой внизу на боку. Пассажирская дверь распахнулась. Оттуда выскочил парень в красной футболке. Он был немного лохматый, с каштановыми волосами. Они не были длинными, просто немного торчали. Он улыбнулся, кивнул Мэтту и тоже пошел к колонке. «Как дела?» — спросил он Мэтта. «Привет. Неплохо. А у тебя?» «Довольно-таки хорошо. Хорошо размять ноги. Я Энди. Это моя девушка, Бриджит. Мы едем из Далласа. За время дороги всю жопу себе отсидишь». «Угу. А мы в Даллас. Я Мэтт, это, Таби со мной», — сказал Мэтт. «А, да? Угу. Мои родители там живут. Мой папа болен. Увезли из Хьюстона этим утром». «Вот дерьмо. Жаль это слышит мужик. Надеюсь, он будет в порядке». «Да думаю, что да. Я так долго их не видел». «Всегда хорошо навестить семью», — сказал Энди. «Моя мертва уже много лет. Теперь есть только я и она». Он указал на подошедшую девушку. Светленькая, волосы собраны в хвост, в майке с надписью «Паника на дискотеке». Она улыбалась. «Эй, малыш!» — она поцеловала Энди в щеку. «Это кто?» «Дорогая, это Мэтт. Он едет в Даллас увидеть своих родителей. Его папа болен». «О, нет. Мне очень жаль это слышать». «Спасибо за сочувствие», — сказал Мэтт. «Я Бриджит. Мы только что приехали из Далласа». «Да, Энди сказал». Таби вернулась из магазина. В руках она несла пару содовых. Таби передала Мэтту его колу. Насос щелкнул. Мэтт немного расслабился. Эти люди казались милыми, но дружелюбные незнакомцы всегда раздражали его. С другой стороны, люди в целом раздражали его. Он вернул насос на место. «Ну что ж, приятно было познакомиться, ребят», — сказал Мэтт. «И нам», — ответил Бриджит. «Да, да, удачи в пути!» «Спасибо, ребят», — сказал Мэтт, когда они сели в автомобиль. Таби села за руль. Мэтт пристегнулся. Таби вывела автомобиль с заправки, и скоро они уже ехали снова по автостраде в Даллас. «Они были отвратительно дружелюбны», — сказал Таби. «Угу. Они сказали, что только что из Далласа. Они отчасти похожи на хиппи. У них фургон такой. Возможно, это команда с Кубиду?» Таби рассмеялась. «Он мог бы быть Шегги. Хотя не уверен, что это имя ему подходит». «Хм, она горячая штучка. А что ты имеешь в виду? Ты на что засмотрелся-то, а?» «Да нет. Я просто говорю, что... Девчонка-то там белокурая. Удафные вельмы были рыжие и каштановые волосы». «Ничего себе, как ты далеко зашел в сравнениях!» «Ай, перестань», — сказал Мэтт. Он всегда волновался, когда Таби дразнила его так. Часть его боялась в глубине души, что она серьезна. У Таби были темные волосы, почти черные. Они буквально сияли, когда свет падал на них. Он отвел взгляд, но она толкнула его в плечо. «Я просто трахаюсь с тобой, сладкий. Не будь таким серьезным». «Извини, меня просто все это беспокоит». «Я знаю, но ты же так себе сердечный приступ заработаешь». Она посмотрела в зеркало и откинула прядь волос. «Эй, сладенький, ты сказал, что эти люди приехали из Далласа?» «А? Ну да. Они сказали, что они едут в Остин из Далласа. А что?» «А то, что они. Прямо за нами». Глава третья. Джордж Дженнингс прибавил газ. Он ехал со своей женой Моникой. Он купил BMW всего за несколько недель до этого и ждал, чтобы посмотреть, на что она способна. Они выехали на автостраду только за пределами Далласа. Так что он мог проверить машину на проселочных дорогах. «Джордж, сбавь скорость!» закричала Моника. «Боже, зачем ты так быстро едешь?» «Да все же нормально. Ей управлять просто мечта. Черт, я никогда не смогу больше мириться с ограничением скорости». Он прибавил еще скорость. Автомобиль мягко подбросил в воздух и мягко опустил на дорогу. Они плавно скользили по дороге, словно летели по воздуху. «Ух, разве это не потрясающе?» завопил Джордж. «Ну, Монике не было так весело. Она сжималась и закрывала глаза на каждом повороте». «Боже, по крайней мере, выпусти меня, черт! Ты сказал, мы покатаемся, а не убьемся!» «Да хорошо же! Прекрасно!» Он сбавил скорость. «Ну ты что, как ребенок?» «Я не ребенок. Я просто не хочу умирать. Кроме того, последнее, что тебе нужно, это штраф тут схлопотать. Тебе обязательно впаяют опасное вождение». «Ну да, наверное, ты права». Теперь они ехали на более разумной скорости. Моника включила радио. Джордж думал об автомобиле и о том, потянет ли он его. Технический БМВ был в лизинге. Его последнее повышение на работе позволяло брать такие машины. Теперь он получал достаточно. Таким образом, он полагал, что может потянуть такой автомобиль. По крайней мере, стоило попытаться это сделать. Он продавал оборудование для бурения нефтяных скважин нефтяным компаниям. И ему сейчас дали собственный район после пяти лет в компании. Таким образом, пока он выполняет план, автомобильные платежи легко будет платить. Когда они подъехали к крутой горе, он подумал о том, чтобы найти клиентов в этой поездке. Он уже видел, как крутые парни заключают с ним дорогие контракты. Джордж получал процент с каждой продажи. Так что он легко может стать миллионером через несколько лет, если чуть напряжется. Его вырвала из фантазии Хонда Цивик, которая ехала через холм в другом направлении. Джордж отъехал влево, но повернул руль вправо, когда Хонда засигналила. БМВ резко съехала с дороги прямо в канаву. Моника закричала, когда автомобиль тряхнула, прежде чем он остановился. Джордж долбил по рулю кулаком. «Твою мать, твою мать, черт, вот негодяй какой!» – кричал он. «Это ж мой чертов автомобиль!» «Угу, у меня все хорошо, спасибо, что спросил!» – выплюнула Моника, отстегивая свой ремень безопасности. «Моя дверь застряла! Надо выйти через твою!» Автомобиль сильно съехал правой стороной в канаву. Джордж открыл свою дверь и вышел. Оказавшись на улице, он помог Монике выйти. Она неуверенно стояла на ногах, и Джордж осмотрел ее на предмет повреждений. Они даже не заметили, что «Хонда» врезалась в дерево на другой стороне дороги. «Боже мой!» – сказала Моника. «Я знаю, ось сломана и весь перед испорчен». «Да я не про твой проклятый автомобиль, ты посмотри туда!» Она дернула его руку, и он, наконец, увидел разбитую «Хонду» на дороге. Они прошли к ним, чтобы проверить людей. Это была пара. Девушка за рулем лежала лицом в подушку безопасности. Она выглядела ошеломленной, но не раненой. На пассажирском сиденье мужчина выползал из автомобиля на четвереньках. Джордж подошел, чтобы помочь ему встать на ноги. «Эй, парень, ты полегче!» – сказал Джордж. «С тобой все в порядке?» «Да, просто немножко испугался. Что, черт возьми, произошло?» «Я извиняюсь, конечно. Возможно, я дрифтовал, и мы пытались разъехаться, и не справились с управлением. Кажется, вы сильно ударились о дерево, и машина отлетела обратно на дорогу». «Может быть», – сказал мужчина. С другой стороны, Моника помогала женщине выбраться из автомобиля. «Кстати, я Джордж, а это Моника». «Привет, я Мэтт, это Таби. Ты в порядке, милая?» Таби озиралась. Моника вела ее под руку. «Думаю, да, черт, это было страшно. Что произошло?» «Парень вылетел навстречу, и вы оба запаниковали, как я думаю». «Ты что, не умеешь водить, что ли, придурок?» Возмутилась Таби. «Да я вообще случайно», – сказал Джордж. «Случайно? Ты водишь, как маньяк, свою дурацкую дорогую тачку. Пошел ты!» Прежде чем он успел ответить, другой автомобиль появился на холме. Это был большой грузовой фургон. Фургон замедлился, подъезжая к ним. «Дерьмо», – сказала Таби. Она и Мэтт обменялись взглядами. «Чего?» – спросила Моника, когда фургон остановился. Из него вышла молодая пара. Лохматый парень и его белокурая милая девушка. «Эй, вы в порядке?» – спросил он. «А-а-а, Мэтт и Таби – это вы?» «Да, мы. Энди и Бриджит, верно?» – отозвался Мэтт. «Верно. А что произошло?» «Да типа несчастный случай. Но никто не ранен». «Это хорошо». «А вы что, вместе?» – спросил Джордж. «Нет, мы познакомились на заправке», – сказал Мэтт и посмотрел на Энди. «А вы разве не сказали, что приехали из Далласа?» «Что, прости?» – не понял Энди. «Ну, из Далласа. Мы сказали вам, что едем в Даллас, а вы сказали, что только что оттуда». «А-а-а, да нет, мужик. Ты, должно быть, неправильно понял. Я сказал, что мы сами из Далласа. Мы просто навещали друзей в Остине». «Ну, вообще-то, я могу поклясться, что вы сказали, что только что приехали оттуда». «Я подумал, возможно, вы следите за нами». Энди рассмеялся и посмотрел на Бриджит. «Да нет же, чувак, зачем бы нам следить за вами?» «Не-не-не, мужик. Просто возвращаемся домой. Похоже, вам нужна помощь. У нас место есть». «А разве нам не надо вызвать эвакуатор или что-то там такое?» – спросила Моника. «Конечно, надо позвонить. Похоже, даже два надо вызвать. Но ведь это займет несколько часов. Может, лучше пока убраться с дороги. Возможно, мы сможем найти какую-нибудь забегаловку, пока ждем». Пары переглянулись, потом посмотрели на Энди и Бриджит. «Ну, ладно, давайте. Наверное, стоит убрать автомобиль из дороги», – сказал Джордж. Энди кивнул. Все трое мужчин подошли к Хонде и оттолкали ее на обочину. Потом все направились к фургончику. «Может, лучше просто остаться здесь и подождать?» – Таби шепнула Мэтту. «Я не уверен, что стоит садиться в этот фургон с ними». «Я думаю, все будет прекрасно. Может, пройдут часы, пока приедет помощь», – сказал Мэтт. «Кроме того, они кажутся весьма милыми. Что может пойти не так вообще?» Глава четвертая Они забрались в фургон. Внутри было душно, пахло плесенью. Энди сел за руль. Бриджит рядом с ним. Джордж растерянно озирался. «Где это мы сидим?» – спросил он. «На полу, чувак», – отозвалась Бриджит. Пол был устелен матрасами. Повсюду валялись подушки. «А как же ремни безопасности?» «Серьезно? Да вам, ребят, не нужен будет ремень безопасности. Энди – прекрасный водитель». «Ни одной аварии», – сказал Энди, глядя в зеркало заднего вида. «Ну, ладно», – сказала Моника. «Ну, тогда давайте просто поедем, и я надеюсь, все будет хорошо». Джордж и Моника вошли внутрь и сели тоже сзади, напротив Мэтта и Табби. Как только все устроились, Энди завел фургон, и они поехали дальше. Следующие несколько минут каждый из них говорил о том, куда они едут, откуда едут. То, что Мэтт запомнил, что Энди и его подружка приехали из Далласа, все еще немного беспокоило его. Он обычно хорошо помнил разговоры, и он был уверен в том, что Энди сказал ему. Не то чтобы это имело какое-то значение. «Так вы, ребята, из Далласа?» – спросил Джордж Энди. «М-м-м-м-м, отовсюду». «Отовсюду?» «Ага, этот фургон – наш дом. Так что мы просто едем туда, куда ведет дорога». «А что вы делали в Далласе?» «Да просто у нас там друзья, поэтому мы хотим там повесить наши шляпы». «Как только решим ехать дальше, двинемся дальше». «Так вы, ребята, типа хиппи?» – спросил Джордж. «Или эти хипстеры?» «Я не знаю, как они сейчас называются». «Джордж, боже, не будь придурком!» – сказала Моника, толкнув его локтем. «Ну что, это же просто вопрос». «Да-да, крут мужик. Я думаю, что мы действительно похожи на современных хиппи. Мы путешествуем, беремся за случайную работу. Никаких обязательств». «Ну, разве вам не хочется дом или хороший автомобиль или что-то такое?» «Ха, это и мой дом, и мой автомобиль, чувак. Кроме того, у тебя есть все это!» «Ну да, а у нас есть действительно хороший дом». «Верно, но вы ведь не владеете им. Это дом владеет вами». «Ты что имеешь в виду?» «Я имею в виду, сколько часов в неделю ты работаешь». Джордж пожал плечами. «Ну, я не знаю, часов шестьдесят или около того». «Смотри, мужик, это же безумие, но если ты уйдешь с работы, ты потеряешь свой дом, верно?» «Ну, думаю, да. Скорее всего, наверняка». «Таким образом, этот дом владеет тобой, чувак. У тебя есть босс, который командует тобой, и ты должен надрывать задницу, чтобы оплатить стоп к тупых счетов, только чтобы жить». «Погоди, то есть ты говоришь, что мы в целом рабы, потому что у нас есть работа?» «Спросил Джордж». «Я, я вообще не об этом. Я просто говорю, что мы можем стать рабами. И что? Нам вообще не нужен весь этот хлам, который мы думаем, что он нам нужен. Большие дома, дорогие автомобили и все эти гаджеты. Вот я и Бриджет. Мы есть друг у друга, и у нас есть этот фургон. Мы живем хорошей жизнью, и мы полностью счастливы. Я не сужу тебя, мужик, вообще. Просто говорю, как я это вижу». «Ну, хорошо, хорошо. Твое мнение интересно, Энди. Должно быть, мило быть бродягой». На этот раз Моника открыто хлопнула Джорджа по груди. «Ой, да ты чего? Не будь настолько грубым. Они нас подвезли». «Да не, все нормально, ребята. Нас часто называют хиппи или там бродягами. Да ничего такого». Энди свернул на гравийную дорогу. Фургон подбросила. Мэтт и Таби встревожились. «Где мы едем?» — спросила Таби. «Я думал, о кафе, про которое ты говорил, на той дороге?» «Нет, оно вот тут. Мы ели тут в прошлый раз. Немного в стороне от дороги». Фургон грохотал, поднимая пыль. Моника сжала руку Джорджа, а Мэтт наклонился к нему. «Что ты думаешь об этих людях?» — прошептал Мэтт. «Что ты имеешь в виду?» «Они что, странные?» — ответил Джордж. «Да, они странные. И у меня какое-то плохое предчувствие. Когда я встретил их на заправке в Остине, они показались слишком дружелюбными, а потом мы видели, что они едут за нами». «Нет, я думаю, что ты просто паранойка. Кроме того, посмотри на того парня. Он, вероятно, ест еду без глютена, веганские желуди и семена подсолнечника». Мэтт рассмеялся. «Ну да, скорее всего, ты прав». Фургон еще несколько раз тряхнула, потом раздался удар, и машина чуть не перевернулась. «Черт возьми!» — крикнул Энди. «Что произошло?» — спросила Таби. «Да мы шину прокололи, я думаю. Вот дерьмо». Энди выпрыгнул и подошел к задней части фургона. Джордж открыл дверь, и девушки вышли. Так и было. Правая задняя шина была спущена. «Это дерьмо! Придется поработать. Но у меня есть запаска там внизу», — сказал Энди. «Кто-нибудь, парни, помогите мне!» Мэтт и Джордж посмотрели друг на друга. Джордж отступил. «Я никогда не менял колесо, но я могу пытаться помочь», — сказал Мэтт. «Чего? Ты что, никогда не менял шину?» «Да ты шутишь!» — не поверил Энди. «Нет, я не шучу. Я действительно всегда звоню в автомобильную ассоциацию». «Ну, брат! Что ж, сегодня ты наденешь штанишки взрослого мальчика!» Энди похлопал его по плечу и залез внутрь. От дороги приблизительно в пятидесяти ярдах стоял большой трейлер с сараем. Вокруг стояли сломанные автомобили. «Интересно, кто там живет?» — спросила Таби. «Понятия не имею, кто вообще может хотеть так жить», — сказала Моника. «Или в фургоне жить». Таби захихикала, мужчины начали снимать колесо. Но не успели они начать, как небо потемнело, набежали грозовые тучи. Поднялся ветер, который стал швырять песок и мелкие камни им в лицо. «Ой, дерьмо! Суть по всему, будет гроза!» — крикнул Энди. «Да какого черта она тут взялась?» — спросил Джордж. «Это такая погода! Техас, мать его! Ей не надо откуда-то браться!» — сказал Энди и потянул дверь фургона. Ветер стал сильнее. «Думаю, нужно вернуться в фургон, прежде чем мы промокнем!» Ототпянув дверь, он обернулся и увидел маленькую девочку. Той было примерно лет десять. Она носила джинсы и серую толстовку. В руках у нее была кукла, завернутая в одеяло. Энди присел перед ней. «Так, а ты откуда такая?» — спросил он. Девочка указала на трейлер. Остальные подошли и тоже ее увидели. «Твои родители тут?» «Ну да, я прям тут!» — отозвался мужчина. Энди увидел невысокого пожилого мужчину у фургона. «Я ее дедушка, если точно. Ее родители умерли. А меня Газ зовут. Хорошо, что мы вас встретили, Газ. Мы маленько застряли, и хорошо бы нам иметь укрытие. «Да не нужно ничего искать!» — сказал Газ. «Приждите грозу в доме, а потом вернем вас на дорогу». Газ проследил, чтобы Энди подтянул фургон на длинную подъездную дорожку, а группа вошла в небольшой дом. Внутри было тепло и удобно, а снаружи усиливалась гроза. Гром сотрясал целый дом, и лампочки мигали, но электричество не отключилось. «Вы не волнуйтесь по поводу электричества?» — сказал Газ. «У меня работают два генератора. Тут электричество не отключалось уже много лет». «Так вы тут живете вообще на отшибе?» — спросила Бриджит. «Да, мэм. Мы ни перед кем здесь не отвечаем. Я себе соорудил хорошенькое убежище. У нас тут своя собственная вода, свое собственное электричество. Это собственность несколько поколений уже в моей семье. Единственное, из-за чего у нас есть проблемы, — это налоги на недвижимость. Боремся с государством из-за этого каждый год. «Правительство делает все возможное, чтобы обобрать простого человека. Но вообще дела у нас идут хорошо». «Это изумительно, да, малыш?» — Бриджит взяла Энди за руку. «Конечно, сладкая. Возможно, однажды мы можем осесть так же». Они улыбнулись друг к другу, а Джордж вздохнул. «Так есть какие-то идеи, когда мы можем снова вернуться на дорогу?» — спросил Джордж. «Ну, как только гроза успокоится, мы сможем починить вашу шину. Сейчас нет никакого смысла пытаться что-то сделать в такую погоду. Дорога будет слишком размыт, чтобы уехать в любом случае. Может быть, несколько часов», — объяснил Гасс. «Это просто здорово», — сказал Джордж, откидываясь на спинку и скрещивая руки на груди. Моника покачала головой, посмотрев на Гасса. «Я вообще приношу извинения за своего мужа, он придурок». «Да все в порядке. У нас тут все время уставшие путешественники. Ничего удивительного, когда кто-нибудь начинает вести себя несколько паршиво». Одна из дверей спальни открылась, и вышла пожилая женщина. У нее были длинные седые волосы, завязанные в пучок. Несмотря на старость, она казалась энергичной и легко перемещалась по комнате. «Что это тут у нас, Гасс?» — спросила женщина. «А, ты не спишь. Я надеюсь, что не мы тебя разбудили. Сью Эллен — это люди проезжали мимо, и у них спустило шину». Гасс прошел мимо них и представил каждого по имени. Группа впечатлилась тем, что он помнил имя каждого. «Приятно познакомиться с вами всеми. Зовите меня Сьюзи». «А где ваша маленькая девочка?» — спросила Таби. «Она в своей комнате. Ее зовут Мэдди. Она сильно стесняется незнакомцев. Но как только она привыкает к людям, она сразу начинает сиять». «Я не думаю, что у них есть выбор. Зато у нас огромный», — сказал Гасс. «Сью Эллен делает лучший мясной рулет в Техасе. Я уверен, вы, народ, не станете возражать его попробовать». «Нисколько», — сказала Таби. «Я давно голодна». «Ну, тогда договорились». «Я поставлю его в духовку», — сказала Сьюзи, отправляясь на кухню. Таби встала, чтобы помочь ей, и несколько часов спустя они сидели за столом с пустой кастрюлей из-под мясного рулета. «Это было так вкусно», — сказала Бриджит. «Однозначно», — добавил Энди. «Вы не шутили, Гасс. Это лучший мясной рулет в Техасе, возможно, даже в стране». «Насчет этого я не знаю», — сказала Сьюзи. Мэдди сидела на стуле рядом с ней, тихонько играя с куклой. Она вышла и поела с остальными, но не произнесла ни слова. «Да нет, серьезно», — Таби потерла свой живот и села прямо. «Это было превосходно. Спасибо за то, что проявили такую заботу о нас». «Это то, чем известны люди в этих местах. Заботой друг о друге. Как только мы теряем это, тогда что остается человечеству? Слишком многие в этом мире живут только для себя». «Ну, приятно видеть, что остались еще хорошие люди. У вас есть ванная?» — спросила Таби. «Конечно. Просто вниз по лестнице, справа, перед спальней». «Большое спасибо». Таби встала и спустилась с зала в ванную и закрыла дверь. Она потратила несколько минут в туалете на то, чтобы сделать свои дела. Затем встала, смыла и застегнула джинсы. Она вымыла руки и посмотрелась в зеркало. У нее бывали деньки и получше, но она выглядела не такой измученной, как боялась. Вождение, отсутствие сна и тепла дорого ей обошлись. Ополаскивая руки, она увидела следы серебристой и серой жидкости в сливе. Несколько пятнышек и крапинок. Сначала она подумала, что это ржавчина, но ее внимание привлекла коробка в мусорной корзине. Таби наклонилась и взяла ее. Это была коробка серебряной краски для волос. Таби снова посмотрела на раковину, затем на коробку. Пятна были сухими, словно были там уже несколько часов. Сколько ж лет этим людям? Зачем бы какой-то пожилой леди красить волосы, чтобы они выглядели еще более седыми? «Ты там как? Все хорошо?» Спросил Газ, легонько постучав в дверь. Таби подскочила и уронила коробку. «Да-да, все хорошо, я уже заканчиваю». «Хорошо, я просто подумал проверить как ты. Ты не торопись». Таби положила коробку в мусор, вытерла руки и открыла дверь. Она улыбнулась Газу, и они пошли назад в столовую. Мэтт ощутил ее неловкость, когда она вошла. Он посмотрел на нее. «Все хорошо?» — спросил он. «Да, я думаю, что просто ела слишком быстро. И, возможно, слишком много. Ну да, было довольно вкусно». Она наблюдала, как Сьюзи ходит вокруг стола, собирая тарелки. Таби пристально посмотрела на нее, когда та склонилась. Лицо женщины выглядело зрелым, но она двигалась слишком легко. Таби сжала руку Мэтта, когда та выпрямилась. «Сьюзи, позвольте мне помочь вам с тарелками. Вы и так сделали много?» «О, нет, все нормально. Я делаю это каждый вечер. Ну, я бы правда хотела помочь. Ну, хорошо. Тогда, наверное, я воспользуюсь твоей помощью». Таби улыбнулась и помогла собрать тарелки и кастрюли. С другой стороны стола Мэтти подошла к Бриджит и протянула свою куклу. Бриджит не могла ее разглядеть, поскольку она была плотно обернута в одеяло. Бриджит показалась милым, что девочка обращалась с куклой, как с живым ребенком. «Эй, душечка», — сказала Бриджит, «какая у тебя симпатичная кукла. Как ее зовут?» «Бриджит», — ответила Мэдди. «Правда? Меня тоже. Я знаю. Я слышала, как ты говорила это моему дедушке. Я хотела, чтобы у моей куколки было имя, как у тебя, так как ты очень симпатичная». «Ну, разве ты не сокровище?» Бриджит положила руку на сердце перед тем, как крепко обнять Мэдди. «Ты красивая девочка». Глядя через плечо Мэдди, Бриджит улыбнулась Энди. «Я всегда хотела маленькую девочку». Глава шестая. Гроза наконец-то утихла, но дождь еще шел. Вместо молнии и грома сейчас просто шел ливень. Все сидели в гостиной и болтали о случайных вещах. Последние двадцать минут прошли в неловкой тишине, поскольку у них закончились темы для светской беседы. «Эй, Энди», — сказал Газ, поднимаясь, «если ты не возражаешь против того, чтобы немного промокнуть, мы можем пойти поработать над твоей шиной». «Мне подходит». Немного дождя еще никому никогда не вредило. Они оба поднялись и вышли. Как только они оказались снаружи, их тут же стало заливать дождем. Газ захватил фонарь, так как они направлялись в дождливую ночь. «У меня есть инструменты в сарае. Намного лучше той херни, что стандартно лежит в машинах. Нам прямо сюда». Энди шел за ним, когда они повернули к задней части дома. Прошло совсем мало времени, когда одежда Энди промокла и стала липнуть к телу. Газ достал ключи и открыл дверь в сарай. Просто откатил ее в сторону. «Подожди пока здесь. Я скоро вернусь», сказал Газ, зайдя внутрь и закрыв дверь. Энди стоял под дождем, смотря по сторонам и задаваясь вопросом, что это такого у старикана было в сарае. Он прошел вдоль стены и увидел окно. Он попытался заглянуть в него, но окно было забито изнутри. Энди пошел назад, ко входу в сарай, где как раз отъехала дверь, и оттуда показался Газ с ящиком для инструментов и маленькой сумкой. «Я взял инструменты, хороший домкрат. Давай вернем тот фургон обратно на дорогу для вас, народ», сказал Газ. Он поставил вещи на пол и закрыл дверь, затем взял инструменты и направился к фургону. Энди пошел за ним. В следующий час дождь стих совсем, и им удалось заменить шину. Энди решил, что все прошло гладко, не считая поцарапанных рук. Газ убрал инструменты, и они вернулись в дом. Вся группа смотрела на них вопросительно. «Все готово», сказал Газ. «Все еще на улице немного дожди. Конечно, стало получше, но раз уж так поздно, мы будем очень рады, если вы останетесь на ночь. У нас немного места, но я уверен, вы сможете расположиться комфортно и завтра с утра поедете. Как вам такая идея?» «Звучит отлично. Уже ничего не будет открыто так поздно. Я сомневаюсь, что тут рядом есть отели», сказал Энди. «Я только сбегаю в фургон, возьму кое-какие вещи». Энди исчез снаружи, а Джордж покачал головой. «Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Сраная послеобеденная поездка превратилась в ночную экскурсию где-то посреди жопы мира». «Может, хватит быть таким придурком?» спросила Моника. «Эти люди пригласили нас в свой дом, они не обязаны делать все это дерьмо». «Угу, в этот типа дом». «Эй», вмешался Мэтт, «мой папа действительно болен, я должен был быть там несколько часов назад, а теперь мы тут застряли, я понятия не имею как его здоровье». «Разве ты не можешь им позвонить?» спросила Моника. «Не могу найти телефон, потерял его где-то, когда мы разбились». «Да не переживайте, народ», сказал Гасс. «Я знаю, что вы все действительно устали. Ну что ж, я думаю, что Сью Эллен и я будем готовиться ко сну, а вы тут устраивайтесь». «Нашел то, что хотел, шинок?» спросил Гасс. «Ага, именно так». Мэтт встал и направился в прихожую. «Ты куда, приятель?» спросил Энди. «Мне в туалет надо», ответил Мэтт. «А, тебе это не понадобится». А... прежде чем Мэтт успел закончить, Энди вытащил оружие из своего вещевого мешка, прижал его к носу Мэтта и нажал на курок. Выстрел был настолько громким в крошечном помещении, что походил на ядерный взрыв. Пол задрожал, а задняя часть головы Мэтта взорвалась, разбрызгав мозги и части черепа в лицо Гасса. Старик опустился на одно колено, когда Мэтт отлетел от стены позади него и шлепнулся на пол. Его лицо теперь стало просто месивым. Энди ткнул оружие в лицо Гасса. Мэнди кричала, так же, как и остальная часть группы. «Ты что, хочешь следующую пулю, старик?» завопил Энди. «Нет, нет, пожалуйста, просто возьмите то, что хотите, не причиняйте нам вреда». «Тогда делайте то, что я, блядь, говорю, встань и иди на тот диван». Гасс поднялся и сел на диван рядом с Таби, которая рыдала и дрожала. Моника обняла Таби одной рукой, а Джордж выглядел главным образом раздраженным. Мэнди была на другом диване, сидела рядом с Бриджет и смотрела необычайно спокойно. Энди посмотрел на всю группу. «Эй, а где старая леди?» спросил Энди. «Кто?» сказал Гасс. «Твоя жена, ты блядский старый хрен, где она?» В этот момент нож появился у шеи Энди и сделал длинный разрез вдоль горла. Энди обернулся и увидел, что это Сьюзи стоит сзади и держит нож. Его глаза широко распахнулись от шока, он булькал и задыхался, пока воздух и кровь вырывались из длинного разреза на горле. Он направил оружие на нее, чтобы, по крайней мере, попытаться забрать ее с собой, но уже был слишком слаб. Она легко схватила пистолет и выдернула его у Энди из рук, а он ударился о стену и упал над телом это. Бриджит бросилась в сторону Сьюзи, но наткнулась на кулак Гасса. Он подпрыгнул с дивана, ударив ее в лицо, так что сбил с ног и она упала на спину. Остальная часть группы была испуганная и одновременно ужасно ошеломлена, поскольку Сьюзи начала смеяться, отрывая с лица кожу кусками. «Ай, вы тупые уебаны!» сказала Сьюзи, счищая латекс, который был на ее лице и превращаясь в женщину лет тридцати, пяти, сорока. Она не была той пожилой женщиной, которой хотела казаться. Это объясняло, почему она двигалась так легко. Гасс поднялся, снял свою кепку, накладную лысину, такой же латекс и грим, который он носил, и превратился в весьма молодого человека. «Ну что, ребята, вы реально в жопе, хотя оставшиеся придурки должны благодарить нас», сказал Гасс. «Когда я заходил в этот фургон, я почувствовал в нем запах смерти, а еще видел засохшую кровь под одним из мест. Эти два долбоеба собирались убить вас всех. Я знаю, каковы они». «А знаете, почему я это знаю?» «Потому что мы намного хуже». Глава седьмая. Таби отпрыгнула назад на диван, а Бриджит вытерла кровь с носа, медленно поднимаясь. Неожиданный поворот событий ошеломил всех, особенно Бриджит и Энди. «Что, блядь, такое?» завопил Джордж. «Вы что, мудаки, собрались нас убить?» «Очень, блядь, наблюдательно, дебил!» крикнул Бриджит. «Да пошла ты нахуй, пизда тупая!» вопила Таби. «Твой чокнутый бойфренд просто убил моего! Да что ты, иди ты нахуй!» «Все, блядь! Все заткнулись!» Это уже был голос Гасса. У него все еще свисали куски латекса с лица, что создавало впечатление, будто отваливается кожа. После того, как накладная лысина исчезла, стало видно его короткую под машинку стрижку. Волосы были в основном темные, с легкой сединой на висках. Он больше не горбился, наоборот, выпрямился и теперь выглядел гораздо выше и сильнее, чем несколько секунд назад. Таби подозревала, что что-то было не так, и теперь корила себя за то, что не осознала раньше, что именно. «Итак, вот что сейчас будет. Все встанут и пойдут с нами в сарай. Ну все, пошли!» Гасс размахивал оружием. Медленно женщина и Джордж поднялись. Они гуськом прошли в сарай. Джордж остановился и повернулся, чтобы что-то сказать, но газ пихнул его оружием в лицо. «Я уже наслушался твоего говна, дебил. Ты всего лишь пизда, которая заработала немного денег. Больше ты не натворишь никакого дерьма, поэтому делай-ка, пожалуйста, то, что я говорю, и, может быть, переживешь сегодняшний день. Начнешь со мной спорить, и я выебу и убью твою миленькую жену, а тебя заставлю смотреть. Как тебе такая идея? Джордж стоял и пялился на него, а Моника сжала его руку. «Ну что, тебе нечего сказать, крепыш?» Я так и думал. А теперь двигай-ка, двигай, жопай. Газ отодвинул дверь и включил свет. Там были цепи и кандалы, приложенные к стенам. Весь сарай был пропитан сильным запахом смерти и гнили. Было понятно, почему. Там было по крайней мере четыре трупа, сложенных в углу. Все они были на разных стадиях разложения. Таби готова была поспорить, что по крайней мере двое из них были настоящими домовладельцами. Поглядывая на Мэдди, Таби задавалась вопросом, лежали ли ее родители в той куче. Маленькая девочка стояла в дверном проеме, повернувшись спиной, пока ее поддельные бабушка и дедушка занимались своими заложниками. Первым делом Гас приковал Джорджа и Бриджит наручниками к одной стене. Затем он заставил Монику сковать Джорджа, а Сьюзи сковала Таби. Каждый из заключенных был почти в десяти футах друг от друга и в пределах досягаемости у них не было ничего. А теперь нам нужно кое-что сделать. Вы, детки, ведите себя хорошо, а мы еще вернемся, чтобы позаботиться о Уэс. И пусть никто из вас не волнуется. Гас засмеялся и они вышли. Сьюзи отправилась за ним, показывая группе средний палец. Дверь закрылась. «Вот, блядь, прекрасна ты, пизда тупая!» вопил Джордж на Бриджит. «Я не могу поверить, что сел к вам в фургон, вот вы долбоебы, ты вообще знаешь этих людей, они твои что, приятели?» «Да пошел ты!» ответила Бриджит. «Вашим тупым жопам повезло, что у нас спустила шину, мы везли вас в прекрасное местечко, ты даже понятия не имеешь, сколько людей мы убили. Мы освежевали их заживо. Да вам просто повезло, что мы тут просто все прикованы к полу. Однажды я отрезала член маленькому мальчику, пока на это смотрели его родители, а потом вскормила его отцу и сделала так, что он от него даже не задохнулся. Что бы эти мудаки с вами не сделали, это будет благословение Божье по сравнению с тем, что мы готовили для ваших ебаных жоп!» Джордж стоял ошеломленный, не зная, что ответить. Он обернулся на таби, которая сидела на полу, обняв колени. Маниктор сидела и рыдала. «Ну чё, крепыш, у тебя кончилось дерьмо, которое бы ты мог ответить? Я видела твои руки, ты ни дня в жизни не работал, ты перекладываешь карандаши и целуешь жопы целыми днями. Люди вроде нас уничтожают, таких как ты. Факт в том, что мы оказываем вам услугу. То, что говорил Энди, это был не просто трёп. Мы по-настоящему свободны, и мы ездим туда, куда хотим и делаем, что хотим. Ты и твоя дешёвая шлюха, да вообще все люди вроде вас уже мертвы, ты просто слишком тупой, чтобы это осознать. Мы вам просто помогаем, да, блядь, вы вообще должны нас, сука, благодарить!» «А почему ты продолжаешь говорить нас?» выдавил Джордж. «Твой маленький бойфренд сдох. Думаешь, что он теперь тоже свободен? Если ты окажешься в зоне досягаемости, я тебе вырву горло голыми руками!» ответила она и отвернулась. Джордж сел и посмотрел на дверь, ожидая, пока кто-нибудь придёт, размышляя, сможет ли он сторговаться так, чтобы его выпустили взамен какой-нибудь девушке. Вскоре дверь снова отъехала и вошёл Гасс, таща тело Мэтта. Он бросил тело в угол к остальным. Тоби посмотрела и заорала, затем снова спрятала лицо в ладонях. Гасс вышел, не сказав ни слова и закрыл за собой дверь. Несколько минут спустя он возвратился, на этот раз таща тело Энди. Энди он подтащил к Бриджит и положил его на землю лицом вверх, только вне её досягаемости. «А так вот», сказал Гасс, «не хотел, чтобы ты чувствовал себя одиноко». «Я отрежу твой хер и засуну его твоей жене в её вонючую задницу», сказала Бриджит через стиснутые зубы. «Вау, а ты крутая, да?» «Угу, ты вообще-то не первая, кто это говорит, такую хуйню». «Смирись-ка, а». Бриджит минуту выглядел смущённой. «Понимаешь, вот вся эта жёсткая херня, которую ты сейчас хочешь сказать, что ты убьёшь нас обоих, мы за это заплатим, бла-бла-бла, бла-бла-бла». Я это каждый раз слышу, хотя впервые захватил каких-то других убийц. Надо сказать, это одна из самых фантастических ситуаций. При лучших обстоятельствах мы могли бы выпить и сравнить наши результаты, но раз уж твой парень пытался взять нас в заложники, всё закончилось вот так. Не переживай из-за этого слишком сильно. Я подслушал твою маленькую речь про то, чтобы быть свободными и вот это всё такое. Ну, мне-то вот сорок пять. А сколько тебе? Может быть, тридцать? Мне двадцать шесть, мудак. Какая разница? Скорее всего, ты куришь, а эта хуйня сильно старит. Ну, а мы, мы тоже свободны. Ну, как везде существует пищевая цепь. Естественный порядок вещей. Есть чищники, а есть жертвы. Акулы, может быть, смертельно опасны и всех в море убивать. Большинство людей думают, что самое опасное это белая акула. Я готов поспорить. Вы были крутыми акулами, да? Ну, скорее всего, так. Так вот, касатка куда опаснее. Касатки могут убивать белых акул довольно легко. Они такие большие и быстрые, что просто налетают на акул и оглушают их. В этот момент касатка просто вонзает свои зубы и выдирает кусок. Точно так же, как белая акула может убить кого угодно, касатка может убить акулу. Ей это ничего не стоит. Ну, девочка, ты акула, а я касатка. Дай мне передохнуть, тебе просто повезло, вот и все. Может быть, и так. В любом случае, я тут, а ты там, а парень-то твой мертв. Как знать, может быть, сложится так, что однажды я буду акулой, а кто-то будет касаткой. Тем не менее, сегодня не тот день. Короче, я еще вернусь. Ты можешь насладиться последним моментом со своим другом или типа того. Надо решить, в каком порядке мы будем вас убивать. Газ всем кивнул и вышел, громко хлопнув дверью. Глава восьмая. Газ вышел к фургону и переложил некоторые вещи, оглядывая фургон. Что думаешь, милый? Спросила Сьюзи из-за его спины. Думаю, что мы могли бы это все использовать. У них была своя собственная комната пыток. Была довольно долго, если судить по тому, что я вижу. Газ посмотрел на инструмент. Там были различные плоскогубцы, зажимы, ножи. На всех была засохшая кровь или части кожи. Ах, они могли использовать какое-то чистящее средство. Дебильные детишки. Оставить такие доказательства и разъезжать с ними. Удивительно, что их еще не поймали. Ну, мы поймали их первыми, любимый. Это точно. Как ты думаешь, может, девчонка хочет к нам присоединиться? Было бы забавно проводить время типа как реальная семья. Думаю, что нет. Что касается Мэдди, она все еще ребенок. А взять эту с собой? Нет, точно нет. Представь нас на ее месте в ее возрасте, и нам бы дали выбор, присоединиться к народу или нет. Черт, мы бы согласились, а сами бы просто ждали, пока они повернутся к нам спиной. Вот, точно. Я не собираюсь давать ей такой шанс. Она выглядит достаточно симпатичной, но я знаю, кто она. Так что мы сперва хорошенько над ней поиздеваемся, а затем положим в землю рядом с ее бойфрендом. И там самое место. Гасс, а сам-то ты как думаешь, нам тоже место в земле? Угу, я знаю, что это так. Просто не было никого достаточно умного или достаточно крутого, кто бы приехал сюда и похоронил бы нас. Вероятно, однажды это произойдет, но уж точно не сегодня. Гасс вышел из фургона, Сьюзи пошла за ним в дом. Ну и что теперь? Спросила она. Ну, я думаю, что мы должны сесть в фургон и прокатиться, испытать его. Мы можем использовать Пегги Правда? Чур, Пегги моя. Я знаю, знаю. Ну что, я буду за рулем. Давай-ка, проверим все хорошенько. Он вошел в дом, в спальню. Там на кровати была Пегги. Это не было ее настоящим именем. Это было прозвище, которое они дали ей. Сьюзи ампутировала ноги женщины несколькими неделями раньше. Она отрезала их посегментно. Сначала лодыжки, затем по колено. Теперь у нее остались только обрубки в несколько дюймов. Гас проходил какое-то обучение на фельдшера достаточно давно, поэтому он знал, как остановить кровотечение и залечить раны, чтобы человек не стек кровью. Первые несколько дней Пегги была связана, теперь они просто оставляли ее. Вряд ли она сможет уйти куда-нибудь. Даже если бы она попыталась, они бы догнали ее в одну минуту. Но женщина никуда и не пыталась уйти. Она была полностью сломана. Прошло уже дня три или четыре, как она перестала кричать. Отчасти из-за того, что Сьюзи вырывала ей по несколько зубов каждый день. Гас это знал. Он видел взгляд Пегги и знал его. Кем бы ни была Пегги перед тем, как перейти им дорогу, ее уже давно тут не было. Таким образом она идеально подошла бы для их первой небольшой поездочки в фургончике. Никакого риска, что она выкинет что-нибудь сумасшедшее или создаст излишний шум. Хорошо, сказал Гас. Возьми ее за руку, вытащим ее на улицу. Они подтащили ее к фургону и затащили в кузов. Глаза женщины двигались, она все еще интересовалась тем, что происходило вокруг нее. Они остекленели, потускнели и ни на чем полностью не сосредотачивались. Как только они положили ее внутрь, Гас задвинул дверь, залез на водительское сидение. Все это напомнило ему о том, как Пегги пришла к ним впервые несколько недель назад. Гас и Сьюзи только что переехали в дом, когда Пегги и ее муж остановились, чтобы спросить дорогу. Подобно Энди и Бриджетт, Сьюзи и Гас тоже много переезжали, хотя они давно не пользовались фургоном. Они никогда не убивали внутри. Они всегда находили оставленные или отдельно стоящие дома и въезжали, как только отбывали владельцы. С их помощью или без нее. Гас был столь же потрясен, как любой другой на его месте, когда привлекательная молодая женщина постучала в его дверь, чтобы спросить дорогу. Оказалось, что местечко, где они нашли дом, было достаточно далеко, чтобы его было видно с дороги, но недостаточно, чтобы никто периодически не останавливался рядом. После всех этих фильмов ужасов, вы можете подумать, что уже никто не останавливается, чтобы спросить дорогу, но люди это делают постоянно. Он обрадовался, почти возликовал, когда увидел двух случайных незнакомцев, которые просто пришли прямо к их парадной двери. Пегги стояла на крыльце, а ее муж позади нее. Дверь открылась Юзи. Он подслушал часть разговора, сразу же оббежал вокруг дальнего крыльца дома и схватил молоток. Чопорный городской житель так и не увидел, как Гасс приближается. Одним движением молоток проломил ему череп, и он выбыл из игры. Пегги повернулась и закричала, но Гассу было достаточно наткнуть ее в лицо ручкой несколько раз, тело мужа кучи мусора на заднем дворе и развели там хорошенький костерок из его тела и мусора. Гасс не был уверен, был ли тот уже мертв, когда они сожгли его. Может, да, может, нет. Его макушка полностью была раздроблена. С тех пор Сьюзи забавлялась с Пегги. Гасс разложил колючки в гравии на дорожке, чтобы спускать шины людей, которые будут проезжать мимо. Одно это сделало сбор легче. Но потом сюда приехала эта группа людей с готовым фургоном для изнасилований. Чего ж тут? Отказываться? Для Гасс вопросов не было. Он возьмет этот фургон. То, как Мэйди оказалась с ними, было другой историей. У Гасс не было времени, чтобы думать об этом в данный момент. Он вывез фургон с подъездной дорожки и поехал по старой грунтовой дороге. Ты готова, Сьюзи? спросил Гасс. Конечно. Хорошо. Сделай все, что тебе нужно и запрыгивай ко мне. Посмотрим, что выдаст эта штуковина. Глава девятая. Четверо узников сидели в сарае, уставшие, и иногда вопили друг на друга. Бриджит устала от Джорджа и выкрикивала угрозы, но это не останавливало его насмешки над тем, что она ничего не может с этим поделать. То, что она говорила, что убьет его, не приносило никакой пользы. Кроме того, ей понадобятся силы попозже. То, что этот придурок ее бесил, совершенно не помогало. Этот парень был бесполезен и вреден во всех смыслах. Что-то ты притихла, ткнул ее Джордж. Что случилось? Задаешься вопросом, как эти козлы будут тебя убивать? Будет ли это похоже на то, что ты делала с людьми? Джордж, хватит, ладно? Сказала Моника. Какой вообще смысл? Сейчас она не может причинить тебе боль в любом случае. А тебя не волнует, что они хотели сделать с нами? Они притворялись такими миленькими, чтобы потом нас порезать. Да? А теперь-то что? Я так себя лучше чувствую, понятно? Да заткнетесь вы или нет, заорала Таби, наконец выпав из транса. Просто заткнитесь! Если бы ты не ездил как чертов сумасшедший, мы бы не попали в аварию и не попали бы к этим придуркам. Эй-эй-эй, это вы в меня вильнули. Да? А ты что делал? Гнал 90? Если бы ты не ездил вот так, Мэтт все бы еще был жив. Так что пошли вы, понятно, пошли вы все, пошли вы все нахуй, все трое. Я надеюсь, что они убьют вас всех сначала, а мне позволят смотреть. Орала Таби. Ага, а я надеюсь, что они сначала позволят мне выебать тебя в твою маленькую тугую жопу, ответил Джордж. Да блядь, Джордж, как я вышел замуж за такого придурка? Просто остановитесь! Крикнула Моника. Она расстроена, тебе непонятно? Она имеет на это право, как и все мы. Теперь, блядь, просто все заткнитесь! Где-то в стране Бриджит хихикала. Ну чего, блядь, сейчас-то смешного? Спросил Джордж. Мы с Энди раньше приколывали цепью или связывали иногда наших жертв, пока не нашли наш фургон. Я сидела снаружи и подслушивала. Они всегда ругались, вот как вы сейчас. Всегда. Сначала они пытались говорить о том, как убежать, но со временем они уставали и просто начинали спорить и спорить и спорить и спорить. Это всегда было весело. Мужья и жены доставали друг друга, матерья, сыновья, дочери и лучшие друзья. Они всегда переключались друг на друга. Каждый раз. Кричали друг на друга, угрожали друг другу. Конечно, это все бред. Одна девочка сказала отцу, что хотела бы видеть, как ему перережут горло, пока Энди на самом деле не перерезал ему горло у нее на глазах. И она сошла с ума. Буквально стала сумасшедшей, начала истерично кричать. Это, конечно, вначале было забавно, но потом просто с того раздражать. Так что мне тоже пришлось перерезать ей горло, просто чтобы она заткнулась. Ну, короче, продолжала Бриджит, вот мы здесь. Довольно иронично, конечно, что я закончу вот так. Однако я все еще не сдаюсь. Я не позволю этим долбоебам просто подвергнуть меня пыткам и убить. Большинство людей кричат и умоляют, и пиздострадают. Но эта хуйня никогда не работает. При первом же шансе я просто вырву им глотки собственными зубами. Дверь сарая дергалась, как будто кто-то пытается войти. Она не отъехала в сторону, только отодвинулась, как будто кто-то пытался пропихнуть что-то внутрь или подпереть дверь. В углу появилась маленькая щель. Через нее пролезла Мэдди. Она встала на ноги и прошлась по сараю, рассматривая трех заложников. Она носила свою куклу, все еще обернутую в одеяло. Трое смотрели на нее в тот момент, когда ее позвала Моника. «Мэдди, Мэдди, моя милая», сказала она. Мэдди просто смотрела на нее, сжимая куклу. «Мэдди, ты можешь сюда подойти, пожалуйста?» Мэдди неловко посмотрела по сторонам, но двинулась в сторону Моники. Моника посмотрела на Джорджа. «Знаете, я готова поспорить, что она не их внучка. Бьюсь об заклад, что они похитили ее», сказала она. «Ты так думаешь», ответил Джордж. «Я поражен, что ты не вычислила их давным-давно». «Боже мой, то он полный дебил». Она повернулась к Мэдди, которая медленно приближалась. «Эй, милая, ты можешь нам помочь? У тебя есть ключ? Или посмотри, там на столе лежат инструменты. Ты можешь дать нам ту коробку с инструментами, чтобы мы отсюда вышли». Мэдди просто посмотрел на нее пустым взглядом. «Это очень важно, чтобы ты помогла нам, милая. Мы тебе тоже можем помочь. Ты знаешь этих людей? Они сделали тебе больно. Твоим родителям мы можем тебе помочь». Мэдди кивнула и посмотрела на стол. «Я не могу взять коробку. Я держу свою куколку. Ну, просто посади ее, она будет в порядке». «Нет, я не могу положить свою куколку на пол». «Хорошо, я могу подержать ее. Она очень красивая куколка». На мгновение Мэдди сжала куклу крепче. «Все в порядке, милая, она будет в порядке. Просто дай мне ее немного подержать, и ты сможешь принести коробочку». Мэдди неохотно передала плотно обернутую куклу Монике. Повернулась и пошла через весь сарай к столу. Моника держала куклу, которая ощущалась ужасно тяжелой для мягкой игрушки. Она перевернула ее, рассматривая одеяло, которое было жестким и грязным. Мэдди взяла ящик для инструментов обеими руками и потащила его в направлении Моники. «Отлично! Она все же сможет просто убраться отсюда живой». Мэдди поставила коробку, пока Моника продолжала смотреть на куклу. Она развернула несколько одеял и обнаружила коричневые пучки волос. Она продолжала их разворачивать и увидела, чем на самом деле была кукла. Моника немедленно заорала. «Что блядь с тобой не так?» спросил Джордж, когда Моника выронила сверток из рук, уронив его на пол. Одеяло полностью распахнулись и на пол шлепнулся мертвый младенец. Его лицо было зеленовато-коричневым от разложения. Глаза были то ли удалены, то ли уже сгнили. Там было только два пустых отверстия, которые смотрели на нее. «Моя куколка!» закричала Мэдди. «Ты повредила мою куколку!» «Нет, Мэдди! Что случилось, милая? Это же не кукла! Разве ты не видишь?» «А я думаю, что со зрением у нее все в порядке», сказал Джордж, когда Мэдди нырнул в ящик для инструментов и вытащил оттуда длинное лезвие. «Я превращу тебя в куколку тоже». Глава десятая Несмотря на свои травмы, Пегги снова обрела дар речи, как только Газ поехал по дороге. Сьюзи не тратила время впустую. Она начала с того, что отламывала женщине пальцы. Она не хотела устраивать слишком большой беспорядок, поэтому аккуратно следила за тем, чтобы не запачкать кровью фургон слишком сильно. Пегги не потребовалось слишком много, чтобы начать кричать. Ее голос был хриплым и глухим. Звук ее ломающихся костей походил на петарды с каждым «Пеп!» Сьюзи хихикала, работая над своей игрушкой. Газ всегда заставляла улыбнуться, когда Сьюзи весело проводила время. Большую часть его жизни он думал, что никогда не найдет родственную душу. Пока он рос, он знал, что отличается от всех. Пока другие дети были заняты, играя в бейсбол или собирая игрушечные фигурки, Гасс мучил мелких животных и собирал их косточки. Он держал большинство из них в обувной коробке под кроватью. Обычно это были кролики, которых он заманивал в ловушку. Однако затем он перешел к бездомным кошкам, а потом к бродячим собачкам. Хотя однажды он убил собаку соседа, которая всегда свободно бегала. От нее он ничего не сохранил. Он оставил мертвое животное во дворе, чтобы они его нашли. Собака была огромная и разрывала цветник его мамы почти каждую неделю. Это очень сильно расстраивало маму, и для Гасса это был способ оказать помощь. Однако в небольшом городке местные новости создали историю об ужасном человеке, который перерезал горло собашки. Один местный репортер думал, что это, возможно, был какой-то щеканинский культ. Он, конечно, думал, что это было забавно, но держал это при себе. Его мама сильно взволновалась по поводу всего этого, так как его папа оставил их, когда он был ребенком. Гасс воспринимал себя хозяином дома, всегда пытался защитить мать, даже от самого себя. После этого он держался, чтобы не убить что-либо некоторое время. Первого человека он убил в старших классах. Это не было полностью неоправданно. Его учитель физкультуры был безжалостным придурком. Парень был буквально вашим стереотипным учителем из сексуальной комедии восьмидесятых. Все, что он делал, так это вопил, кричал и ругал детей. Особенно строг он был с Гассом. В раннем подростковом возрасте Гасс был тощим и неловким. Часто спотыкался о собственные ноги. «Давай, Гасс, сладкая кисенька!» — кричал мистер Роберсон. «Ты никогда не займешься сексом, пока ты такое жалкое дерьмо! Как насчет того, чтобы маленько, блядь, позагорать? Ты такой бледный, что почти прозрачный! Иисус, блядь, Христос, посмотри на эти прыщи! Твоя грудь похожа на несвежую пиццу!» Он все продолжал, продолжал, продолжал. В наше время такие парни, как он, не продержались бы так долго на работе. Но тогда было другое время, это было нормой. Каждый день Гасс боялся физкультуры и каждый день приносил новую порцию оскорблений. Один одноклассник, с которым Гасс типа дружил, не выдержал. Мальчика звали Рики. Он был еще меньше и слабее, чем Гасс. Он очень не хотел называть Рики другом, поскольку Гасс никогда не был действительно способен дружить. Но поскольку он и Рики были полными отбросами, они типа сошлись. Ему нравился этот паренек. По крайней мере, настолько, насколько вообще Гасс был способен испытывать кому-нибудь симпатию. Однажды, когда стало известно, что папа Рики бросил его маму, мистер Робинсон был необычно жесток по отношению к мальчику. Он называл его мать-шлюхой и утверждал, что трахнул ее. Это же было ужасно. Позже, той же ночью, Рики вышиб себе мозги пистолетом отца. Гассу тогда было пятнадцать. К семнадцати годам Гасс сильно возмужал. Он стал выше на пару дюймов и был теперь намного более крупным и мускулистым. По-видимому, его скачок роста просто немного задержался. Робинсон больше не говнил его так сильно. Он издевался над другими детьми, мало чем отличающимися от Гасса пару лет назад. Тем не менее, Гасс никогда об этом не забывал. Однажды вечером Гасс остался после школы, чтобы помочь библиотеке. Он наслаждался школьной библиотекой, потому что там было тихо, и миссис Симмонс, школьной библиотекарь, всегда была с ним мила. Поэтому иногда он оставался допоздна, чтобы помочь ей убрать книги и навести порядок. Он видел, как мистер Робинсон разговаривал с кем-то рядом со своей машиной. Гассу удалось незаметно прокрасться на заднее сидение. Он не был уверен в своем плане. Он просто знал, что должен был закончить господство террора этого человека над детьми. Затем его осенило. Гасс снял свой ремень, и ждал, пока они не въехали в гараж Робинсона. Как только Робинсон припарковал машину, Гасс поднял ремень, который он сложил петлей, и обернул его вокруг шеи мужчины. Робинсон был сильвен и отчаянно боролся, пока Гасс изо всех сил затягивал кожаную петлю. Он взглянул в зеркало заднего вида и увидел свое собственное сумасшедшее лицо и глаза, которые улыбались самой широкой. Практически маниакальной улыбкой. А на лице мистера Робинсона был шок и ужас, пока его глаза вылезали из черепа. Спустя несколько минут его тело обмякло. Гасс вылез из автомобиля и использовал ремень, чтобы вытащить человека из машины. Он освободил ремень и надел его обратно на штаны. Осматривая гараж, он нашел веревку в углу и сделал из нее петлю, в которой повесил тело Робинсона на стропилах. Он не был уверен, съест ли это полицию, но стоило попытаться. Завязав веревку, он выбрался через черный ход и поехал домой на автобусе. Он был прав. Провинциальные полицейские причислили это дело к самоубийствам и пошли заниматься своими делами. Студенты радовались, и в своем воображении Гасс был героем. С тех пор после было еще много убитых его руками. Пегги издавала неприятный бормочущий гортанный звук, поскольку Сьюзи начала выбивать ей глаза. «Как ты там, любовь моя?» — спросил Гасс. «Все круто. Что-то новенькое, не просто избиение или типа того. Довольно интересно. Похоже, ты там веселисься. Наверное, не стоит вытаскивать ключ, пока ты не закончишь играть». «Хе-хе-хе-хе. Ты абсолютно прав», — сказала Сьюзи, начав душить Пегги голыми руками. Пегги слабо задыхалась и ее тошнило, но практически не могла сопротивляться. И в конце концов испустила дух. Гасс был уверен, что смерть была для нее облегчением. Ее смерть была облегчением и для него, так как теперь он мог сосредоточиться на их новой крови. Как только она умерла, Сьюзи забралась на переднее сидение и поцеловала Гасса в щеку. «Спасибо за это», — сказала она. «Плюс у нас есть все те забавные новые гости». «Это точно». Когда они вернулись, убийцы вытащили тело Пегги и оттащили ее в дальний конец дома. «Я обхороню ее утром», — сказал Гасс. «Сейчас уже поздно, и я подустал». Они оба повернулись, услышав крик из сарая. Гасс посмотрел на дом, а потом на Сьюзи. «Сьюзи, а где Мэдди?» «В стенари...» «Перез бысть...» Глава одиннадцатая Когда Мэдди подошла к Монике, та сразу отклонилась и пнула девочку в живот. Мэдди упала на спину и откатилась назад к ящику. Сначала Моника надеялась, что вырубила девочку, но та вскочила на ноги, все еще держа бритву. На этот раз девочка испустила крик дикого животного и бросилась на Монику. Моника подняла руку, но Мэдди порезала ее бритвой, оставив огромный порез через все предплечье. Моника закричала, раскачивая свою цепь и пытаясь отбиться от ребенка, но вскоре Мэдди залезла ей на спину, как паукообразная обезьяна, цепляясь за волосы и шею. Каждый раз, когда Моника поднимала руки, чтобы скинуть ее, Мэдди резала ее бритвой. Джордж, Бриджет и Таби все это наблюдали с причудливым восхищением. Эта маленькая девочка, которая только что была такой тихой и робкой, теперь была похожа на кровожадного зверя на спине Моники. Моника сопротивлялась и даже ударила ее спиной о стену, пытаясь стряхнуть с себя Мэдди, но ребенок никуда не собирался. Вместо этого Мэдди схватила Монику за волосы и начала резать по лбу вдоль линии роста волос. Моника кричала и дергалась все сильнее и сильнее, пока Мэдди ее резала. Бритва была настолько остра, что маленькая девочка с легкостью разрезала плоть до тех пор, пока не снялась Монике скальп. Ярко-красные мышцы и ткани показались на макушке огоренного черепа, а маленькая девочка спрыгнула со спины и отбежала от девочки, держа в руках скальп с волосами. «Боже мой!» — кричала Моника. «Боже, что ты сделала? Что ты сделала?» Мэдди взяла огромную копну волос и плоть и положила себе на голову. «Теперь у меня такие же красивые волосы, как у тебя». «У меня всегда были слишком короткие волосы. Мне нравятся твои волосы». «Теперь они мои», — говорила Мэдди. «Ха-ха-ха! Я люблю этого ребенка», — сказала Бриджит, смеясь. Джордж и Таби смотрели по сторонам, одновременно с шоком и удивлением, наблюдая, как ребенок играет с волосами Моники. Она взяла свою куклу, поставила ее на ящик и положила скальп на голову мертвого ребенка, а потом снова подошла к Монике. «Что теперь делать?» — спросила Моника. «Пожалуйста, поставь меня в покое, пожалуйста!» Кровь бежала по лицу Моники, а также медленно сочилась из пореза на руке. «Но я еще не закончила играть», — сказала Мэдди, когда снова сделала выпад с бритвой в ее сторону. На этот раз она уронила Монику на спину и села ей на грудь. Моника устала от предыдущей борьбы и уже впала в шок. Мэдди легко отрубила ей нос, оставив огромное кровавое отверстие на лице. Джордж продолжал смотреть, не в силах отвести взгляд, но странно он ничего не чувствовал, глядя на то, как планомерно рвут на куски женщину, которую он любил. Моника кашляла и задыхалась, а в новом отверстии на лице появлялись кровавые пузыри. Мэдди подпрыгнула и убежала, чтобы прикрепить отрезанный нос к своей мертвой детской куколке. Липкая кровь помогла ему остаться на месте. Мэдди побежала обратно. Моника опустилась на четвереньки, кашляя и задыхаясь при попытках дышать. На этот раз Мэдди отрезала ей оба уха. Каждый раз нападать для Мэдди было все легче и легче, потому что Моника становилась все слабее и слабее. Когда Моника подняла взгляд, Джордж с отвращением посмотрел в ее сторону. «Джордж, помоги мне!» — умоляла она. «Пожалуйста, помоги мне!» Джордж просто пожал плечами и отвернулся. «Я ничего не могу сделать», — сказал он. «Мне очень жаль». Мэдди положила уши на колени кукли. Моника выпрямилась, озираясь по сторонам. Все ее лицо было красным и выглядело странно из-за отрезанных скальпу ушей и носа. Она пыталась встать, оглядываясь по сторонам. «А где моя мама?» — спросила Моника. «Если бы моя мама была здесь, все стало бы хорошо». «Твоей мамы тут нет», — сказал Джордж. «Да о чем ты вообще говоришь? Она в шоке! Ты притурок!» — сказала Бриджит. «Я постоянно вижу такое, когда убиваю людей. Через некоторое время их ум просто отключается, и они городят чепуху. Не могу дождаться, когда услышу всю хуйню, которую наговорили вы. Надеюсь, они убьют сначала вас!» Джордж проигнорировал его, а Мэдди вернулась, чтобы продолжить работу над Моникой. На этот раз она рубанула штанину и ударила в ахилово сухожилие, отчего Моника снова завыла от боли и упала на землю. Мэдди подошла, чтобы поработать над ее стопами, срезая кожу. На мгновение она посмотрела на Джорджа и улыбнулась. Ее лицо было красным и липким, как у ребенка, который лепил кровавые кулички из грязи. Она сняла плоть с подошв Моники, пока та дрожала и кричала. Теперь Моника лежала на спине, что-то бормоча. Казалось, она пела «Колеса на автобусе». «Колеса на автобусе — детская песенка. Примечание переводчика». Но вместо слов была какая-то тарабарщина. Прежде чем Мэдди смогла вернуться к работе, прозвучал щелчок и какой-то шум снаружи, а потом дверь сарая отъехала в сторону. Несколько секунд спустя появился газ, и Мэдди остановилась, выпрямилась и убрала бритву за спину, как будто она пыталась ее спрятать. «Что ж, блядь, тут происходит?» — спросил газ. «Мэдди, что ж ты сделала?» «Ничего», — ответила она. «М-м-м, я не думаю, что это ничего. А ну-ка, не обманывай меня, девушка!» Мэдди опустила голову и медленно достала бритву из-за спины, пока газ смотрел на кровавый беспорядок и на то, что осталось от Моники, которая все еще напевала. «Я просто тоже хотел поиграть. Мне никогда не дают поиграть. Моя куколка высыхает, и она воняет. Я просто хотел сделать новую». Гасс никогда не выглядел так странно. На его лице отразилось все — удивление, злость и даже что-то вроде гордости. Очевидно, что Мэдди не была его внучкой, но все же она становилась на него похожей. Даже хуже его, потому что он был уже взрослым, когда сделал нечто подобное. «Я понял, малышка. Все в порядке. Игра закончилась. Дай-ка мне бритву», — сказал он. Мэдди подошла ближе и положила липкую бритву ему в руку. Он взял бритву и кивнул. «Ну, хорошо. А теперь беги. Найди Сьюзи, она тебя искупает. Тебе уже пора ложиться спать. Оставь свою куклу. Я тебе ее попозже принесу». Девочка кивнула и побежала из сарая к дому. Гасс осмотрел бритву. Потом он посмотрел на Монику, которая кричала и булькала. Он бросил бритву в ящик для инструментов и закрыл коробку, прежде чем поместить все это обратно на стол в углу. Выходя из сарая, он посмотрел на оставшихся заложников. «Я знаю, что вы все думаете, что я должен ее добить. Но я не буду. Я на самом деле не могу дождаться, когда увижу вас после того, как вы целую ночь будете слушать, как она медленно умирает», — сказал Гасс. «И вам всем стоит отдохнуть. Она у вас самая счастливая. Мэнди хорошо с ней обошлась по сравнению с тем, что мы будем с вами делать. Всем спокойной ночи». Глава двенадцатая. «Дедка, ты в порядке?» — спросил Джордж. «Моника, ты меня слышишь?» «Ммм, а тебе не насрать?» — спросила Таби. «Ты сам сидел и смотрел, как ебнутый ребенок выбивал из нее дерьмо, как из мешка. А что я, блядь, должен был сделать?» «Я точно так же, как и вы, прикован к полу». «В любом случае, не похоже, чтобы ты был расстроен». «Я просто хотел узнать, как она». Моника лежала на полу лицом вниз. Ее частое дыхание давалось ей с трудом. На каждом вдохе доносился какой-то треск. Иногда она откашливалась и выплевывала какие-то красные и фиолетовые куски, а тело ее содрогалось. «Она уже мертвая?» — спросил Джордж, посмотрев на Бриджит. «Ты, вон, все знаешь о трупах. Она уже умерла?» «Эй, ты... ты, блядь, долбоеб. Она что, выглядит как мертвая? Она дышит и шевелится?» «Да, но она делает какую-то вот эту херню. Я видел такое в фильмах. Мертвые тела так как раз и делают». «Мертвые тела не дышат и не кашляют, ты дебил?» «Да, блядь, я обязательно их попрошу убить тебя самостоятельно. Я, блядь, клянусь, я даже потом себя убью, если они разрешат мне сначала убить тебя. Я просто хочу видеть выражение твоего тупого ебала, когда жизнь будет вытекать из твоего тела. Ты вообще долбанная психопатка. Как это не было очевидно, когда мы увидели тебя впервые?» «Да потому что ты я, блядь, тупой уебок!» Моника закашлялась и нервно вздохнула еще несколько раз, прежде чем испустить последний вдох. Ее тело замерло неподвижно. Кровавый бассейн растекался вокруг нее. «Ну вот теперь она мертва», — Бриджит ухмыльнулась. «Да я уж догадался». «Вы оба, блядь, больные», — сказала Табби. «По крайней мере, я знаю, кто я такая. А вы двое. Вы все отрицаете. Вы думаете, что лучше меня, потому что не убиваете людей голыми руками. А вы платите налоги, вы покупаете тупое дерьмо, поддерживаете огромные корпорации. Вы убиваете людей каждый день. Вы просто этого не видите и поэтому думаете, что это делает вас лучше». «Пожалуйста», — сказал Табби. «Пожалуйста, остановись со своей ханжеской хуйней, типа, ой, я такая свободная, а корпоративная Америка — это зло. Это не имеет никакого чертова смысла. Я имею в виду, что с тобой-то случилось? «Папка ласкал тебя по ночам пальцами, когда ты была ребенком. Брат пустил тебя по рукам дружков. Типа ты проснулась, как поломанная, или над тобой пришлось поработать, а? А пошла ты нахер. Нихуя не знаешь обо мне. Ммм, зато сама о себе ты знаешь многое. Я знаю достаточно». «Дамы, пожалуйста. Боже, я не думаю, что они могли бы сделать что-нибудь похуже, чем оставить меня здесь с вами двумя суками. «Как же ты пиздец!» Сказал Джордж. «А насчет тебя? Ты самый большой кусок лыжевого дерьма, который я вообще встречала. А я убила много парней типа тебя!» Сказал Бриджит. «Парней типа меня? Что это вообще должно значить?» «Мужики, которые думали, что они крутые, как яйца, они говорили все сраные угрозы в мире, говорили до тех пор, пока не начинаешь их резать. Тогда вы все зовете своих мамочек. Один даже начал молиться Деве Марии и похожему дерьму. Мы едва начали с ним. Знаешь, что самое забавное? Самые жестокие парни, с которыми я сталкивалась, это те, кто так вообще не выглядит. Сраный компьютерщик или гик-любитель комиксов. Один парень почти победил Энди. Он впал в такое бешенство, как будто стал животным. Я наблюдал за этим некоторое время, пока не стало похоже, что он мог бы победить на самом деле. И тогда я выстрелила в его сраный затылок, положила конец этой вспышке ярости. «Ну да, молодец, возьми с полки пирожок. Можешь оставить свои сраные ужастики при себе», сказал Джордж. «Ты не пугаешь меня. Если честно, мне вообще на тебя насрать. Мне не нужен социопатический серийный убийца, который бы подверг меня психоанализу. Пошла ты нахуй отсюда со своим дерьмом! Ты сумасшедшая сука! Да-да-да-да-да, не останавливайся, придурок!» Дверь сарая вскоре отъехала в сторону. Вошли Газ и Сьюзи. Не было никаких признаков Мэдди. Джордж не был уверен, хорошо это или плохо. Газ нес длинную палку с петлей на конце. «Ну что ж, дорогие друзья, очень хорошо. Мы уже опробовали нашу новую машинку. Подарок наших гостей. Одному из вас доведется прокатиться с нами», сказал Газ. «К сожалению, для вас это будет последняя поездка, на которую вы когда-либо выберетесь. И, вероятно, в самая болезненная поездка». Однако тут снова речь идет о пищевой цепочке, о которой я говорил раньше. Никто ничего не сказал, а Газ посмотрел на группу, остановившись на Джорджа. Он бросил быстрый взгляд на Бриджит, но затем обратно на Джорджа, прежде чем набросить на его шею петлю и затянуть ее. Джордж поднял вверх свободную руку, задыхаясь и пытаясь вдохнуть побольше воздуха. Газ сильно дернул петлю, а Сьюзи подошла с ключом и разомкнула единственный наручник. Как только его рука освободилась, Джордж качнулся и наотмашь ударил Сьюзи в лицо. Она была готова к тому, что он выкинет что-то подобное, однако удар сбил ее с ног, и она упала в сторону, невозмутимо вскочила на ноги. Газ резко потянул петлю налево, уронив Джорджа на землю. Газ вытолкнул палку вперед, прижав ее к трахе и Джорджа. «Если ты попробуешь выкинуть какое-нибудь такое говно еще, я раздену тебя до гола и оставлю висеть вверх тормашками с Бриджит, чтобы она использовала тебя как ебаную пиньяту». «Понял!» «А теперь поднимайся». Газ отшагивал назад и тянул за собой палку, пока Джордж не встал на ноги. «Пожалуйста, можно я пойду с вами?» попросила Бриджит. «Я ненавижу этого уебана, дайте мне выебать его! Вы знаете, что я хорошо умею это делать, этот придурок нес всякую хуйню всю ночь, я хочу освежевать его заживо!» Газ посмотрел на Сьюзи, та пожалов плечами. «Этого точно не случится, детка», сказал Газ. «Все убийства, которые совершаются здесь, совершаются Сьюзи и Газом, то есть мной. Плюс я тебе не доверяю, ни на йоту не доверяю. При первом же шансе ты ведь нападешь на меня, так что этого не случится. Поэтому просто сиди тихо, но не волнуйся, твоя очередь подойдет довольно скоро». Газ потянул палку, таща в петле Джорджа из сарая. Джордж был рад тому, что сейчас он мог просто дышать. «А не обязательно это делать. Если вы меня сейчас отпустите, они даже не узнают. Просто отвезите меня до шоссе и высадите где-нибудь. Я могу заплатить. У меня целая куча денег. Привезите меня к бандкомату. Я сниму столько, сколько вам надо. Ну, высадите меня. Ну, блядь, да кому же я скажу? Если бы я мог, я бы даже не знаю, где мы находимся. Я даже не знаю это место. Даже если бы мне было надо. У вас будет достаточно денег, чтобы приехать в Канкун и издеваться над туристами, пока ваши душеньки не станут довольны. Я уверен, ты часто откупался раньше, Пусси. Но мы тут вообще не ради денег. Это такой образ жизни. Они подошли к фургону, и Сьюзи откинула дверь. Джордж заглянул внутрь. «Ну все, давай-ка, залазь, давай-давай-давай», сказал Гасс. Джордж все еще стоял. Гасс прищурился. «Я начинаю уставать от твоей хуйни, шинок. Я не буду тебе врать». «Ничего в этой поездке не будет тебе приятным. Подумай о самой сильной боли, которую ты когда-либо испытывал. Это будет во сто раз хуже». Я делал это больше раз, чем можно сосчитать. Ни разу, ни одному человеку не помогало сопротивление. Чаще всего, становилось только хуже, 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 хуже. Черт возьми, были некоторые, к кому я чувствовал жалость. Поэтому убил, причинив меньше боль, чем обычно. «Но это не твой случай». «И то, что ты меня испытываешь, никак тебе не поможет. Теперь давай-ка, лезь внутрь». Джордж продолжал пялиться вперед. Внезапно он поднялся и схватил палку, тряся головой, пытаясь вырвать шест у Гасса. Но у Гасса была железная хватка. Гасс стиснул зубы, снова дернул шест влево и ударил Джорджа в лицо мастенку фургона. Он повторил это движение еще три раза до тех пор, пока Джордж не был ошеломлен настолько, что не споткнулся. Гасс толкал палку вперед, опрокидывая Джорджа в фургон. Гасс залез внутрь, и Сьюзи закрыла за ним дверь. «Хорошо», — сказал Гасс. «Теперь ты увидишь, насколько, блядь, это было хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Глава тринадцатая. Джордж закрихстел, когда Гасс сел на него верхом, заматывая руки и ноги скотчем. Джордж попытался отбиться, но Гасс несколько раз серьезно ударил его по лицу. Достаточно, чтобы ошеломить и выбить из него дух борьбы. Как только он был замотан скотчем, Джордж стал пытаться выбраться из скотча и начал орать. «Ах ты, жалкий кусок дерьма! Почему бы тебе не развязать меня и не вступить один на один, а? Боишься, что я надеру тебе жопу? Я найду выход отсюда!» «Да я убью тебя, ты слышишь? Я тебя нахуй убью, а ты больной уебок!» Газ проигнорировал его, достал длинную колючую проволоку и отрезал немного кусачками. Потом отложил кусачки и взял набор плоскогубцев, перевернул Джорджа на живот. «Эй, ты что делаешь?» спросил Джордж. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Газ продолжал молчать, только обернул колючую проволоку вокруг запястья Джорджа. Используя плоскогубцы, он перекрутил концы так, что они врезались в кожу, и по рукам побежала кровь. «Блядь, мне же больно!» завопил Джордж, когда Газ повернулся и обернул колючую проволоку. Вокруг лодыжек, подняв штанины, чтобы удостовериться, что проволока давила на кожу. Газ закончил, выпрямился и перевернул Джорджа на спину. Джордж попытался плюнуть на Газа, но попал только на ногу. Газ проигнорировал его, укладывая инструменты в ящик. «Почему я не выйду с тобой драться один на один?» Вот это вот ты спрашиваешь, да? Газ размышлял вслух. «Ну, вообще-то я как бы не борец, я никогда этого и не утверждал. Я просто хищник. А хищники не ждут, когда появится возможность вступить лицом к лицу. Хищники ищут и подстерегают свою добычу, пока у них не появится превосходство. Равно как тогда, когда вы думали, что мы просто безобидная пара стричков. Мы вообще-то выкладываем колючки на дорогу, красим волосы, делаем макияж и латексный грим, а потом ждем. Мухи в наши сети попадаются всегда достаточно быстро. Это все о том, о превосходстве. Я не собираюсь от него отказываться. Ты можешь обзываться, говорить про меня все, что ты хочешь. Я уверен, меня называли гораздо хуже. Газ подошел к сумке и достал бутылку отбеливателя. Ну что же, наверное, пора начинать. Это что за хуйня? Спросил Джордж, когда газ уселся позади его головы. Сюзя была за рулем фургона, и они поехали вниз по гравийной дороге, по кочкам, и камушки отскакивали от фургона, отчего внутри раздавался треск. Газ оттянул правое верхнее веко Джорджа и начал заливать отбеливатель. Джордж кричал и выл, его тело дрожало и выгибалось, тело обмякло, и газ на минуту прекратил лить. Затем он вернулся к этому занятию, и Джордж снова заорал. Ткани глаза Джорджа немного шипели. Газ схватил другое веко и потянул вверх, открывая глаз. Джордж отчаянно боролся, пока жидкость стекла ему в глаз. Его тело дернулось и сжалось. Газ еще целую минуту заливал отбеливатель, прежде чем остановиться. Затем плеснул еще пару раз. Поскольку Джордж кричал и дергался, отбеливатель попал ему в нос. Джорджу сразу же показалось, что он вдохнул огонь, и вся передняя часть лица была обожжена. Газ встал, закрутил крышку отбеливателя и убрал бутылку в сторону. «Кажется, у тебя хорошо получается, сладенький!» крикнул Сьюзи. «Да я вообще-то только начал! Ты следи за дорогой! Не хочу, чтобы нас остановили копы!» «А я поняла!» Джордж катался назад и вперед, корчась на полу фургона, пока Газ копался в сумке. Он достал воронку и маленькую тонкую трубку. Он приладил трубку к воронке и опустился на колени рядом с Джорджем. Он дотянулся до джинсов Джорджа, расстегнул их и спустил вниз вместе с трусами, оголив его член. Газ подвинул отбеливатель вместе с воронкой, крепко держа член Джорджа. «Ну, не пойми меня неправильно, я вообще-то не гомик», сказал Газ. «Это просто бизнес». Джордж схлипывал, его глаза слиплись, он поднял голову. «Что ты, блядь, делаешь?» Газ вогнал тонкую трубку в член Джорджа, так что она оказалась внутри на полдюйма. Он взял отбеливатель и вылил его через трубку. Немного, всего несколько капель. Но для Джорджа этого оказалось достаточно, чтобы почти оторваться от пола. Он пытался взбрыкнуть и закричал, но Газ сидел у него на ногах, ограничивая любое движение. Он налил в трубку еще и отбеливатель палился прямо в член Джорджа. Джордж продолжал орать, и скоро крики превратились в рыдание, а Газ вытащил трубку и отбросил ее в сторону. Член Джорджа был почти фиолетовым. Он пульсировал, когда жидкость стекала с конца, а Газ опустился на колени и склонился к Джорджу. — Чего-то я не слышу твоих жестоких разговорчиков, подразнил его Газ. — Пожалуйста, больше не надо. Ну, пожалуйста! — М-м-м, так мы только начали, Пупсик. У меня тут для тебя приготовлены всякие разные ништяки. — Я говорил тебе, может быть, на свете есть что-то типа кармы. Судя по тому, как ты вел себя раньше, ты ведь настоящий урод, ну, что скрывать? Может быть, это тебе карма в ответ прилетела? — Ну, вполне возможно, карма и за мной придет, кто же его знает. Газ выпрямился и снова нырнул в сумку. На этот раз он вынул плоскогубцы и сел на ноги Джорджу лицом к стопам. Джордж пытался бороться, но это было бесполезно. Газ зажал ноготь на большом пальце правой ноги Джорджа. Одним рывком он вырвал ноготь. Кровь засочилась по его ноге, он отбросил ноготь в сторону. Джордж орал, пока Газ занимался ногами Джорджа, сорвав каждый ноготь один за другим. К тому времени, когда он вырвал последний, Джордж едва двигался, но все еще был в сознании. Газ залез в сумку и откопал свой любимый нож. Он взял его, снял рубашку Джорджа, потом вонзил нож в живот чуть пониже пупка. Разрезанный вдоль, Джордж издал какой-то звук, выкошлив полный рот крови. Газ залез внутрь и со всей силой рванул кишечник наружу, достав его голыми руками. Иногда я делаю что-то с людьми просто так, из любопытства. Типа я хочу просто посмотреть, как они реагируют. Просто маленького ребенка, который отрывает крылья мухом. Ну, вот такой и я. А в нашем случае муха, муха ты. Газ Газ воспользовался ножом, чтобы разрезать кишечник. Он достал один конец и держал его в руках, словно какой-то кровавый шланг, а потом засунул этот конец Джорджу в рот. Джордж крепел и что-то бормотал, но все еще не способный видеть, из-за отбеливателя в глазах. Хорошо, открывай рот, приказал Газ. Рот Джорджа уже висел наполовину открытый. Джордж не двинул челюстью, поэтому Газ использовал нож, чтобы надавить на нижнюю губу, открывая ему рот шире. Газ запихнул отрезанный конец кишечника в рот Джорджу и заставил его закрыть рот вокруг эластичного скользкого органа. Затем Газ сжал кишечник и зеленовато-коричневое месиво медленно засочилось в рот Джорджа. Джордж кашлял и задыхался, пытаясь выплюнуть его, но Газ ему не позволил. Газ продолжал сжимать кишку, пока это месиво не стало стекать по подбородку. Наконец Газ вытащил орган, тело Джорджа сжалось и голова подалась вперед. Джорджа вырвало, запачкав всю шею и грудь, а кусочки рвоты повисли на подбородке. Вырванный кишечник дергался и сжимался как-то сам самостоятельно. Газ наблюдал с восхищением, достав полотенце из сумки и вытирая кровавое липкое месиво с рук. Он наблюдал за тем, как Джордж страдал, кашлял, дергался. — П-п-пожалуйста, — сказал Джордж. — П-п-пожалуйста, не надо больше, просто умейте меня, пожалуйста. — Ладно, Сьюзи, сказал Газ, поехали домой. — Спасибо, пожалуйста, не убивайте, отвезите меня в больницу, бросьте у дороги, умолял Джордж. — Я ничего не скажу, клянусь, я ничего не скажу. — Вообще-то ты прав насчет двух вещей. Мы бросим тебя у дороги, и ты совершенно точно никому ничего не расскажешь, сказал Газ, снова схватившись за нож. — Спасибо, Глава 14. Когда заместитель Рик Хоусер наткнулся на странный несчастный случай, солнце стало вставать. Кто-то позвонил в полицию по поводу нескольких автомобилистов, попавших в аварию. Но там было две брошенных машины, которые, очевидно, врезались во что-то. Рик вышел из патрульной машины и прошелся вокруг. Одним автомобилем был БМВ, вылетевший в Канабу. Был похоже, что другой автомобиль резко свернул с дороги. Подушки безопасности в обоих автомобилях были развернуты. В среднем дереве справа от дороги не хватало огромного куска. Чуть позже подъехал эвакуатор, и водитель вышел из кабины. — Блядь, сказал водитель Рику, что здесь произошло? — На аварию похоже, ответил Рик. — Да без пизды! Пострадавшие есть? — Ну, я-то вообще-то никого не вижу. Рик вынул фонарик и запрыгнул в Канабу, где стояла БМВ. Она лежала на боку. Не было ни крови, ни признаков, что кто-то есть в автомобиле. Он обошел автомобиль примерно на расстоянии пятидесяти ярдов. Никаких следов людей. Он подумал, что кого-то могло выпросить у пьяного водителя. Парнишке было около двадцати. Он угнал машину бабушки после того, как выпил бутылку Джека Дэниелса и решил погонять. Когда Рик попытался его остановить, парень сорвался с места. Рик даже не преследовал его, как положено. Шел дождь и было темно, поэтому он ехал примерно на скорости восьмидесяти миль, а парнишка гнал под сто. Они вошли в резкий поворот на дороге и Рик увидел, что автомобиль исчез. Когда он вышел из своей машины и подбежал, автомобиль лежал на траве, перевернувшись. Он посмотрел по сторонам, подумал, что парнишка выбрался и убежал. Но примерно в двухстах футах лежал его труп. Его голова ударилась об скалу и лопнула, как дыня. Это была не самая лучшая ночка в его работе. Хотя обычно все было тихо. Он случалось что-то серьезное. Та ночь подпадала под это определение. Семья парня подала иск против него и всего отдела. Они утверждали, что он был безответственен и преследовал их пьяного сына в украденном автомобиле. И это стало причиной смерти последнего. К счастью, иск был отклонен. Он не сделал ничего, что могло бы спровоцировать катастрофу. Он даже пытался прекратить преследование. Рику было сильно жалко семью. Их сын умер ради ничего. Тем не менее, Рик никогда не чувствовал себя ответственным за это. За эти годы он видел многих людей, которые делали глупые вещи, чем провоцировали собственную смерть. Он пошел назад к автомобилям, где водитель эвакуатора вытаскивал БМВ из канавы. «Вот же жопа», сказал водитель, выглядывая из автомобиля. «Эта тачка стоит больше ста штук. Она из самых новых моделей. Кто бы это ни был, он полностью ее разъебал». «Хотел бы я знать, где они?» «Может быть, их кто-то подобрал?» спросил водитель. «Да уж, блядь, точно, не на космическом корабле улетели. «Возможно, тебе стоит поговорить с Ридом Греем, он живет совсем недалеко отсюда». «Рид Грей?» водитель указал вперед. «Они с женой живут в трейлере в той стороне, не на главной дороге, на небольшой проселочной. Думаю, она еще и грабийная. Рид раньше помогал мне с дворовой техникой, подкидывал детали». «Думаю, что мне знакомо это имя», сказал Рик. «Ага, он ушел на пенсию несколько лет назад, почти не видел его с тех пор. Но если тут кто-то попал в аварию, и, скорее всего, именно он оказался рядом, если вообще тут кто-то был, чтобы им помочь и подбросить». «Ну, хорошо, я к нему заеду. Спасибо за информацию». Рик разложил несколько катафот, чтобы осветить эту область, чтобы приближающиеся автомобили не въехали в них. Примерно час спустя приехал второй эвакуатор, чтобы забрать другой автомобиль, и с места все убрали. Рик сел в патрульную машину и направился туда, где этот Рид Грей предположительно жил. Он, вероятно, не видел и не знал ничего, но все равно стоило проверить, если сможет его найти. Он проехал около мили и чуть не пропустил гравийную дорогу, она никак не была отмечена. Деревья с двух сторон закрывали ее почти полностью. Грунтовая дорога все еще была размыта после дождя с прошлой ночи. Он медленно ехал по ухабистой дороге, которая больше походила на тропинку. Он никогда не бывал тут, но за годы работы в округе он уже знал, что тут есть много небольших укромных уголков, в которые он никогда не заглядывал. Проехав какое-то расстояние, справа он увидел двойной широкий трейлер в большом дворе. Позади него стоял большой открытый сарай, во дворе стояли машины, но он не выглядел как жилой. Трава была фут высотой, словно ей никто не занимался. Судя по всему этому мусору, вероятно, что там вообще никто не жил. Возможно, этот парень Рид умер и, может, переехал. В любом случае, Рик остановился на подъездной дорожке и вылез из машины. Внимательно оглядываясь по сторонам, он приблизился к парадной двери и постучал. Подождав минутку, он постучал снова, но ничего не произошло. Он даже подошел к стене и посмотрел в окно, но там тоже ничего не было. Однако кое-что он все-таки заметил. Это было ужасное зловоние, доносившееся из дома. Он обошел его и посмотрел на сарай. Тем утром дул слабый ветерок, и что бы там ни было, этот сарай ужасно вонял. К сожалению, Рик знал этот запах слишком хорошо. Это был запах смерти. Он достал пистолет и подошел к сараю, пытаясь заглянуть в окно. Но все окна были закрашены. Вернувшись к главным дверям сарая, он заметил на них большой замок. Подергал его, тот начал стучать об дерево и метался по двери. И тогда он услышал крик. Крики были приглушенные, но, похоже, кричала женщина или женщины. «Эй!» крикнул он. «Полиция! Кто там внутри?» Крики раздались еще громче, но он ничего не мог разобрать, кроме того, что они были довольно неистовые. Учитывая запах трупов и кричащих людей, он решил, что у него будет столько оснований, сколько нужно, чтобы открыть дверь. Сделав два шага назад, он дважды выстрелил в замок. Второй выстрел попал четко в него, и он распался на части. Он выбил замок и открыл дверь. Оказавшись внутри, он замер. Там находились две женщины, прикованные цепью к стене. Между ними лежало тело мертвой девушки. Она лежала в крови без половины лица. Сверху было несколько крыс, которые грызли ее с разных сторон. В дальнем углу было еще несколько тел, но намного более разложившихся. Рик зажал рот рукой, чтобы сдержать рвотные позывы. «Помогите нам, пожалуйста!» вопила одна из женщин. «Эта пара держит нас здесь, они сейчас уехали, они сумасшедшие, и Джордж у них, они уехали, чтобы убить его!» «Кто это?» спросил Рик. «Это ебаные психи!» «Тут сумасшедшая пожилая пара, они притворялись старыми, но им может быть лет пятьдесят», сказала другая женщина. «Они уехали в фургоне для изнасилования с ее мужем». Рик уже слышал этот термин. Фургонами для изнасилования называли длинные грузовики или обычные газельки, потому что в них не было окон. Насильники и педофилы часто использовали их, чтобы соблазнить жертв и быстро удрать. «Черт возьми, ну ладно, я полицейский холстер, давайте я вас отсюда вытащу». Он направился к одной из женщин, но до того, как он до нее дошел, сзади послышались шаги. Он обернулся и достал пистолет. выстрелил, поскольку, скорее всего, сзади подбирался убийца, но это была маленькая девочка с куклой в руках. «Эй, малышка, с тобой все в порядке?» спросил он. «Не доверяйте этой сумасшедшей сучке!» завопила одна из них. Другая тоже заорала, и они устроили целую какафонию. Рик обернулся и махнула рукой. «Эй, вы обе, заткнитесь, блядь!» крикнул он и затем обернулся к девочке. «Где твои родители? Эти плохие люди делали тебе больно?» «Они убитили мою куколку», ответила девочка. Она протянула ему куклу. Из-за недостаточной освещенности ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что она держала в руке мертвого ребенка. Его глаза расширились, когда он посмотрел на нее, а она в тот же момент воткнула маленький нож ему в глаз. Рик заорал, когда лопнуло его глазное яблоко. Он почувствовал, что какая-то вязкая молочная жидкость побежала по щеке. Его первой реакцией было отпустить пистолет и закрыть руками лицо, поэтому он споткнулся и упал назад. Когда он открыл глаз, он увидел, что маленькая девочка подняла оружие, направила на ногу и выстрелила ему в голень. Боль прострелила все тело, когда он упал на землю и заорал. Рик одной рукой держался за глаз, а другой за лодыжку. Боль обжигала не только тело, но и мозг. Он пытался обработать внутри себя внезапную травму. Послышались еще шаги и в дверях появился человек. «Что, блядь, тут происходит?» спросил человек. «Все в порядке, дедушка Газ», ответила девочка. «Я тут еще одного для тебя поймала». Газ осмотрелся по сторонам, подошел к раненому полицейскому и опустился возле него на колени. «Да уж, черт меня возьми, ты так и сделала». Он аккуратно подошел к ребенку, взял у нее оружие, положил его на джинсы, затем посмотрел на раненого офицера. «Ну и шо же мне с тобой делать?» «Ну и мгновен», мгновен». «И мгновен, мгновен, тут нет, там что вы у а есть, у Глава пятнадцатая Приковав Рика цепью к одним из свободных кандалов, Гасс встал на колени, глядя на него. Перед этим Гасс наложил ему на ногу жгут, так чтобы остановить кровотечение офицера. — Ну и откуда ты, блядь, узялся? — поинтересовался Гасс. — Мне нужен доктор! Моя нога! Ты ж, сука, болит! Я ногу могу потерять! Сейчас он понял, что может видеть только одним глазом. Внезапно он вспомнил маленькую девочку и нож, приближающийся к его лицу. — Ну уж, той ногой ты больше воспользоваться не сможешь. Но нет никакого смысла в том, чтобы волноваться. Дело в том, что скоро ты будешь мертв, так что нога не имеет значения. Но я вообще-то у тебя поинтересовался, и предупреждаю, мне не нравится повторять. — Я расследовал несчастный случай. Один парень из службы эвакуаторов сказал, что тут живет какой-то Рид. — Какой такой несчастный случай? — спросил Гасс. — Вероятно, та авария, в которую попали те люди, которых ты тут приковал. Около дороги стоят два разбитых автомобиля. Гасс посмотрел на Бриджетт. — И что? Вы все были в той аварии? — спросил ее Гасс. — Единственный несчастный случай в том, что твоя мамка тебя не сглотнула. Гасс снова посмотрел на офицера, а Бриджетт не заметила, что за ее спиной стояла Мэдди с ножом. Мэдди ткнула Бриджетт в шею, заставив ее подскочить. — Ты маленькая говнючка! Мэдди отшагнула назад и захихикала. Это был первый признак эмоций, которую она продемонстрировала с тех пор, как они прибыли. Бриджетт попыталась ее сильно ударить, но Мэдди снова ее ткнула, на этот раз разрезав ей ладонь. Бриджетт вскрикнула и отдернула руку. — Даже несмотря на то, что ты ребенок, клянусь, когда я отсюда выберусь, я тебя нахуй распотрошу, а вас всех заставлю смотреть на это! — крикнула она девочке, которая продолжала хихикать. — Хорошо, Мэдди, достаточно. Ты уже достаточно повеселилась. Беги и найди Сьюзи. Убедись, что она припарковала ту полицейскую машину позади сарая, — приказал Гасс. Мэдди кивнула и выбежала. Хоусер еще не полностью осознал то, что происходило. — Так что за хуйня? — спросил Хоусер. — Что тут происходит? — Ну, офицер, похоже, что ты просто пришел не в то место. — Ты сделал то же, что и большинство людей. Решил, что Мэдди — безобидная маленькая девочка. Она — особенный ребенок. Даже я не повернусь к ней спиной. Но она вырастет чудесной при правильном воспитании. Том самом, которое мы ей дадим. Рик смотрел по сторонам, поскольку сознание постепенно возвращалось к нему, а вместе с ним и осознание того, что происходило на самом деле. Он коснулся бедра и понял, что кобура была снята вместе с рацией и ботинками. — Угу, действительно, я снял твою амуницию. Не время для таких вещей. Газ встал и потянулся. — Ну, ночка была долгой. Старичкам, вроде меня, необходимо иногда и вздремнуть. — Располагаетесь тут все удобненько. И не надо орать, как стадо сраных животных. Или я вам в глотку что-нибудь всем запихаю. Не то, чтобы это было важно. Вас все равно тут никто не услышит. — Я был на дежурстве, когда въехал сюда. Кто-нибудь точно приедет. Меня будут искать. Меня будут искать много полицейских, — сказал Рик. — Отпусти меня. Давай это обсудим. Не обязательно, чтобы все это закончилось плохо. Никто не должен умирать. Газ выдавил из себя улыбку и указал на тело Моники в углу, которая все еще поедали крысы. Она была еще свеженькая, но местами начала уже подгнивать. — Посмотри вокруг, щенок! — Все должны умереть. Газ вышел из сарая и задвинул за собой дверь. В этот раз не было никакого щелчка, так как Рик вынес замок. Как только Газ вышел, Бриджит тут же активизировалась. — Ну разве ты не ебаный полицейский года? Валился сюда, стреляя, как ебаный Джон Вейн. Ты что, блядь, думал, произойдет, когда увидел нас тут всех в крови прикованных к полу? — Ты вообще кто? — спросил Рик. — Она серийная убийца. Она собиралась убить нас, прежде чем эти люди нас тут заперли. — Вмешалась Таби. — Что? А Рик совершенно запутался. — Эта сука и ее тупожопый бойфренд подобрали нас у дороги. Меня с бойфрендом и вторую пару, которая попала в аварию. А вот эта вот пизда, ее дружок, предложили нам проехаться в их фургоне. К изнасиловании. Сказали, подвезут нас. А потом у нас проколол шину в той дыре. И все кончилось тем, что нас похитил этот мудак Гасса и его пизданутая семейка. Они уже убили моего парня и еще троих. В одну вон убил этот ебаный ребеночек. — Во-первых, сука, вы понятия не имели, что мы с Энди серийные убийцы, — сказал Бриджит. — Но Энди-то уже нет. Он мертв, — ответил Таби. — Да пошла ты! — Но неужели есть смысл отрицать? Если он и коп, что он сделает? Арестует тебя. Рик осматривался по сторонам, не имея понятия, что с этим делать и почему эти две припирались именно так. Если денек продолжится так же, как шел до этого, он же начинал жалеть, что девчонка не убил его. — Ай, ладно, — Бриджит посмотрела на Рика. — Я реально серийная убийца. Мы с бойфрендом убийцы были. Мы ездили по всей стране в нашем фургоне, подбирали с дороги жалких мудаков типа этой тупой суки и ее парни, расхуячивали их чертям. — Подожди, дай-ка мне уточнить. Ты с твоим бойфрендом, по крайней мере, раньше серийные убийцы, которые разъезжали, убивая людей, — сказал Рик. — Вы уже похитили тех ребят, которые еще не знали, что их похитили, но потом вас всех похитила еще одна группа серийных убийц? — Ты знаешь, звучит реально пиздец как тупо, когда ты все это говоришь, — ответила Бриджит. — Пиздец. А Рик покачал головой и начал смеяться, правда, не знал, по какой еще причине, кроме защитного механизма. — Только в Техасе. Дайте-ка я вам скажу, единственное, что нам тут не хватает, — это Топ Хупер, который бы приехал и снял кино. Топ Хупер — американский режиссер, который снял фильм «Техасская резня бензопилой». — Кто? — спросила Бриджит. — Ну да, понятно, ты не отсюда, — ответил Рик. — Ладно, у нас вот такой расклад. Мы можем сидеть без дела, пока вы называете друг друга суками и шлюхами. Или мы можем попытаться придумать, как убраться отсюда. Со всей этой историей про серийных убийц мы разберемся попозже. — У тебя разве нет ключа от наручников? — спросила Бриджит. — Он у меня был, вместе со всей этой фигней, которую они забрали. Все равно бы он сюда не подошел. Рик посмотрел запястья в стальных кандалах. — Похоже на реально старую хуйню в стиле Дикого Запада. Пиздец, как что-то воняет. — Угу, воняет реально. — Вы сколько здесь уже? — С прошлой ночи. Приехали прямо перед грозой. Они выглядели, как обычная беззащитная пожилая пара, — сказал Бриджит. — У них был грим. Они как будто просто ждали, пока тут рядом кто-нибудь сломается. И у нас внезапно спустило шину. Маловероятно, что это совпадение. — Да, ничего из этого нам сейчас не поможет, — сказал Рик. — Посмотрите вокруг. Есть рядом что-нибудь типа большого камня или кирпича, чтобы мы могли попытаться разбить цепи. — Ты знаешь, а я еще вокруг как-то не осматривалась. — Рик стиснул зубы. Он злился на себя. Он мог только видеть одним глазом и совершенно не чувствовал ногу чуть ниже колена. Никаких сомнений, что если он и выживет, то останется одноглазым и одноногим. Он не мог поверить, что потерял бдительность в такой опасной ситуации. Был лучше обучен, он больше умел. Дверь в сарай снова отъехала в сторону, а утренний свет проник внутрь. В дверях стояла Мэдди с широкой улыбкой на лице. Она вошла, закрыла за собой дверь и пошла к Рику, остановившись возле него. Один лишь только вид девочки заставил его запаниковать. Его желудок сжался, а волосы на затылке и шеи встали дыбом. Пока что этот ребенок будил в нем больше ужаса, чем сам Гасс. — Я хочу еще с тобой поиграть, — сказала Мэдди. — Мне нравятся полицейские. Глава шестнадцатая. — Боже, черт! — кричал Рик. Мэдди сидела у него на груди и медленно вводила нож для колки льда ему в нос. Она крутила лезвие, пока он корчился под ней. Девочка вытащила нож и посмотрела на мужчину, покрытого кровавыми ошметками. — Оставь ты меня, маленькая извращенка! Он несколько раз ударил ее свободной рукой. Девочка была быстрая и избежала большинства ударов, но один довольно сильно попал ей по голове. Это, казалось, не причинило ей вреда. Даже если ей было больно, она никак это не показала. После еще нескольких сильных ударов она снова сунула нож ему в нос. — Прекрати меня бить, — сказала она, — и я прекращу засовывать это в твой нос. — Да пошла ты, чудище! Она сунула нож глубже, а Рик заорал. — Грожок, 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 я не буду! Он примирительно выставил руку. Мэдди вытащил нож и тут же воткнул его в бицепс свободной руки Рика. — А, черт возьми, ты сказала, что перестанешь! — Я сказала, что прекращу засовывать его тебе в нос, а это не твой нос. — Ах, бог ты мой! — Бриджит рассмеялась. — Этот ребенок, он удивительный! Давай-ка сделай его, девочка! Сунь нож ему в здоровый глаз! Мэдди посмотрела на Бриджит. — А тебе нравится наблюдать, что я играю? — спросила она. — Да, да, конфетка. Я люблю это. Я могу прийти и поиграть тоже. — Черт возьми, — сказала Таби. — Дедушка Гасс сказал, чтобы я не говорила с тобой. Он сказал, что ты... — Сумасшедшая. — Ну, это было довольно умно с его стороны, так сказать. Но он сказал тебе, что я точно такая же, как и вы. Я имею в виду, что мы как одна большая семья. Мэдди проигнорировала ее и продолжила вкручивать нож в бицепс Рика. Он орал, пытаясь сопротивляться, но Мэдди только хихикала. — Ну, давай! — визжала она. Минуту спустя Мэдди встала, подошла к скамье и откопала канцелярский нож. Она проверила лезвие. В то время как ручка выглядела темной и старой, само лезвие выглядело довольно новым, как будто было недавно заменено. Мэдди пошла назад к Рику, и он попытался отодвинуться от нее. — Соберись, — сказала Мэдди. — Это будет очень больно. Рик пытался отбиться свободной рукой, но не мог поднять ее. К тому же бицепс был ранен. Она обошла сзади и схватила его за волосы. — Думаю, я помогу тебе все рассмотреть. У тебя же ведь вавка в глазике, — сказала Мэдди. — Да почем ты, черт возьми, говоришь? Уйди из меня! — Рик попытался бороться, но крошечными пальцами она захватила веко его здорового глаза и отрезала его канцелярским ножом. Рик закричал, когда она отбросила его. Он скинул руку к лицу, кровь залила выставленное глазное яблоко, жгло так ужасно, но он ничего не мог с этим поделать. — Черт побери! — выкрикнула Бриджит. — Этот ребенок удивительный! — Угу, пока она не приступит к тебе, — сказал Таби. — Эй, она не причинит мне вреда! Мэдди шла к трупу Моники и забрала одну из крыс, которые пировали на ней. — Какой милый! — сказала Мэдди. — Я хочу подержать его. Они все милые. Я очень люблю животных, особенно маленьких и пушистеньких. Мэдди шла к Рику, единственный глаз которого был раскрыт от ужаса. Он не мог отвести взгляд, а она посадила своего питомца ему на лицо. Крыса немедленно начала грызть кровавый ошметок чуть выше его глаза. Рик кричал, крыса запустила когти в глазное яблоко, глубоко царапая его. Мэдди смотрела хихика и хлопая в ладоши, как грызун выедает склеру, упиваясь молочной жидкостью. Он пытался поднять свободную руку, чтобы сбить крысу ударом, но Мэдди хлестнула его ножом по руке, оставляя глубокие раны. Недостаточно глубоко, чтобы поразить любые артерии, но достаточно, чтобы причинить адскую боль. Он попробовал еще раз, и она ударилась снова. На этот раз она схватила его руку, завела ее за спину и воткнула канцелярский нож в рану на бицепсе. Девочка была слишком маленькой, чтобы знать человеческую анатомию, но достаточно умной, чтобы запомнить. Если ударить в определенное место, часть тела перестает работать. Она перерезала сухожилие, и рука безжизненно повисла. Крыса разрывала то, что осталось от глазного яблока Рика, и грызла теперь зрительный нерв. Грызун лез в отверстие и продолжал грызть. Рик продолжал орать, дергая головой, но крыса не собиралась отказываться от еды. «Будь с ним милым», — сказала Мэдди, — «или я порежу тебя снова. Он мое домашнее животное». Рик дергал головой взад-вперед, но намного медленнее теперь, испуская горестные стоны. Крыса сидела на его щеке, прогрызая путь через его лицо в глазницу. Скоро несколько других крыс обнаружили свежее мясо. Сколько-то начали пировать на его травмированной ноге, а другие присоединились к своему брату на лице Рика. Рик закричал с новой силой. Бриджит наблюдала с удивлением. «Чертовски! Этот ребенок — феномен! Я почти выросла, прежде чем у меня было первое убийство, а у нее два меньше, чем за день! Эта девочка не боится всего этого дерьма!» «Бля, ты блядски безумна!» — сказала Таби. «Я надеюсь, что она скормит тебя тем чертовым крысам. А я им не понравлюсь, я слишком милая, им можешь понравиться ты, так как ты пахнешь как дерьмо. Крысам больше нравятся отбросы, ты же знаешь!» Мэдди наблюдала, как крысы едят Рика заживо, а он кричал, выл и издавал какие-то еще звуки, которые Бриджит не могла опознать. Одна крыса прогрызла ему живот и вползла внутрь. Рик кричал и дергался, а грызун вгрызался в кишечник полицейского. «Что? Что, черт возьми, вытащите его из меня! Вытащите его из меня!» Рик кричал бессильно, дергаясь. Но скоро он прекратил кричать, а немножко позже прекратил и шевелиться. И теперь можно было услышать писк, грызню, чавканье, а иногда хихиканье Мэдди. Глава 17 «Двенадцать — это в лучшем случае!» «Я знаю», — сказала Сьюзи. «Я действительно горжусь Мэдди. Это девочка. Совершенно особенная». «Ну да, это точно». Сьюзи любила Мэдди, словно она была ее собственной дочерью. Но, тем не менее, девочка была не родной. Они подобрали ее несколько месяцев назад на одной из их предыдущих остановок. Они заселились в дом, который изъяли за неуплату. Район был хороший, и у них не было никаких проблем с тем, чтобы делать вид, что у них есть деньги. Вдобавок к тому, что они были убийцами, Сьюзи была еще и умелой воровкой. Именно благодаря ей им удалось так долго сдерживать себя. Сьюзи когда-то украла ожерелье за 10 тысяч долларов шеи женщины так, что она даже не заметила. Газ понятия не имел, как она сделала это. Ее руки были настолько маленькими и быстрыми. Комбинация ловкости и умения вводить в заблуждение была просто подарком. И так они жили в милом районе Маккуини в Техасе. И однажды Сьюзи выносила мусор. А Мэдди стояла на соседней подъездной дорожке. Она выглядела очень рассеянно, но смогла улыбнуться Сьюзи. Девочка сразу же ей понравилась. Сьюзи остановилась и подошла к ней. «Ну что ж, милая, как тебя зовут?» — спросила она. «Мэдди». «Ммм, какое милое имя. Ты в порядке?» «Ты выглядишь грустной». Сьюзи сразу заметила синяки на руках девочки. «Да все хорошо. Ты уверена, милая? Что с твоими руками? Кажется, они сильно повреждены». «Я играла и упала». Из-за того, что она сама была жертвой насилия, Сьюзи сомневалась в истории девочки. «Упала» было типичным заявлением жертв, когда они боялись привлечь внимание к своим абьюзерам. Сьюзи посмотрела на большой дом, где жила девочка. Затем снова на Мэдди. «Не думаю, что случилось именно это, Мэдди. Моя мама раньше часто била меня палкой. У нее была большая линейка. Она часто просто сидела, попивала целый день вино. И каждый раз, когда я и брат действовали ей на нервы, она доставала линейку и начинала нас лупить. Ей вообще было все равно, куда она прилетит. Иногда она переходила к метлею, и так было намного больнее. Она много раз ломала мне пальцы, поэтому у меня такие скрюченные руки». Сьюзи подняла руки, чтобы показать, что пальцы сгибались под странным углом. «К счастью, они не мешают мне заниматься делами. Просто выглядят уродливо». Мэдди снова улыбнулась, а Сьюзи продолжала. «Так что ты можешь рассказать мне, что с тобой произошло, малышка. Я обещаю, что никому больше не расскажу. Я не пойду в полицию или еще к кому-то. Это будет нашим секретом. Только между тобой и мной». Он сказал, что убьет меня и маму, если я кому-то скажу. «Кто он, милая?» «Мэдди, домой, быстро!» Из дверного проема вопил мужчина. Когда он увидел Сьюзи на подъездной дорожке, он вышел к ней и встал чересчур близко, в явной попытке запугать ее. «Ты кто такая? Могу я тебе помочь?» Спросил он. Это был очень крупный мужчина. Он был намного выше Сьюзи, которая была всего лишь пять футов и три дюйма. Сто шестьдесят один сантиметр. У него были густые темные волосы, на которых было необычно большое количество геля. Лицо его было гладким, с некоторыми следами от бритвы. И он носил белую рубашку и брюки. «Я Сьюзи», — ответила она. «Мой муж Гас и я ваши новые соседи. Я просто знакомилась». «Иди в дом, Мэдди», — ворчал человек, все еще смотря на Сьюзи. «Мэдди сделала, как ей сказали, а парень продолжил разговаривать с Сьюзи». «И че ты говорила с моей падчерицей?» «Я же сказала, что просто знакомилась». «А я наблюдал за вами из окна. Это было ужасно долгое знакомство». «А как она на самом деле получила те синяки?» «Какие синяки?» «Те, которые у нее на руках». «Я не знаю, о чем вы тут говорите». «А я думаю, что ты знаешь». Он посмотрел по сторонам, затем обратно на Сьюзи. «Ты вообще представляешь, кто я?» «Боюсь, что нет». «Ты знаешь что-нибудь о профессиональном футболе?» «Почти ничего. Ты что, футболист? Старовато и тяжеловато». «Нет, я не играю. Я работаю в администрации команды Далласа. Я зарабатываю много денег, у меня много друзей. Я очень влиятелен». «Так что на твоем месте я бы реально поостерегся делать твои говенные предположения и следил бы за тем, что говоришь». «Я ничего не сказала». Она отступила и улыбнулась. «Я просто задала вопрос, вот и все. А теперь держись подальше от моей собственности и от моей семьи». «Прекрасно. То же касается и тебя». Она пошла назад к своему дому. «Я не хочу иметь никаких дел с таким говном, как ты. Так что я поговорю с ассоциацией домовладельцев, скажу им, что за отребья переехала сюда». «На-да, поговори». Она не рассказала Гассу о встрече. В течение следующих нескольких дней она иногда видела Мэдди на улице, но не говорила с ней. Она просто улыбалась и махала рукой. Также Сьюзи несколько раз видела отчима. Парень расхаживал так, будто был королем мира. Она знала такой тип, они все были одинаковыми. У этого просто были деньги. Однажды ночью, когда она была вышла на улицу покурить, она услышала, как сосед орет. Его жена была явно знакома с тем, что происходит. Казалось, что она с этим смирилась, так как парень обеспечивал ей тот образ жизни, который она хотела. Сьюзи не сомневалась в том, что может дать Мэдди лучшую жизнь. Может быть, не с финансовой точки зрения, но точно они бы любили девочку и заботились о ней. По крайней мере, настолько, насколько Сьюзи была способна любить и заботиться о ком-то. Сьюзи выжидала, пока однажды зимой не началась сильная буря. Гром гремел очень громко, было легко замаскировать выстрел. Пистолет не был любимым оружием Сьюзи, но он был быстрым и эффективным. Именно тем, что ей было нужно той ночью. Она дождалась, пока Газ крепко уснул и тихо проникла в дом по соседству. Этот идиот даже не включил сигнализацию. У половины людей в этих богатых районах стояли таблички о том, что у них установлена сигнализация, но обычно они переставали платить ежемесячные взносы. Злоумышленник бы все равно не знал, активирована она или нет. Сьюзи проникла через отодвигающуюся стеклянную дверь на задней стороне дома. Оказавшись внутри, она услышала крошечные шаги наверху. Она тихо поднялась по лестнице. Ее ноги не издавали ни звука. Поднявшись, она обнаружила там Мэдди с большим кухонным ножом. Сначала Сьюзи подумала, что Мэдди собиралась добраться до нее, но вместо этого девочка приложила палец к губам и прошептала. «Ш-ш-ш! Он напился и вырубился, и мама тоже. Я больше не дам им себя обидеть». Сьюзи замерла, ошеломленная тем, чему стала свидетельницей. Мэдди было только девять, максимум десять лет. И чтобы вот так себя вести, она зашла в спальню, а Сьюзи тихонько шла сзади. Мужчина лежал в постели и громко храпел. Мэдди подошла к нему сзади. Она подняла нож над головой, но Сьюзи ее остановила, схватив за запястье. Мэдди посмотрела на нее, но Сьюзи не собиралась отговаривать ее. «Не надо его так колоть. Перережь ему горло. Так будет тише, и он не будет сопротивляться», — сказала Сьюзи. Мэдди выглядела смущенной, поэтому Сьюзи взяла ее руку с ножом, прижала ее к горлу человека и помогла ей сделать длинный, быстрый разрез через трахею и еремную вену. Глаза мужчины резко распахнулись, когда воздух вышел через его новое отверстие. Несколько секунд он дергал ногами и метался по кровати. Последним, что он увидел, была Мэдди, которая стояла и улыбалась. Выражение шока и ужаса на его лице было бесценным. Сьюзи бы хотела, чтобы у нее была такая фотография, чтобы оставить ее Мэдди на память. Когда он затих, Сьюзи заметила, что мама даже не пошевелилась. «Ладно, милая, теперь можешь сделать то же самое с мамой. Ты уверена, что хочешь ее тоже убить? Она же это твоя мама». Она разрешала ему делать мне больно. Она только сидела, смотрела и пила. Или звонила ему, чтобы сказать, что я плохо себя веду, хотя это было не так, чтобы он сделал мне больно. «Ну, тогда хорошо. Теперь подойди с другой стороны и перережь этой суки горло, точно так же, как я тебе показала». Мэдди сделала, как было сказано. Мама едва пошевелилась, когда Мэдди широко разрезала ей горло. Ранщина была в такой отключке, что сделала несколько вздохов и затихла. Когда они закончились, Сьюзи взяла Мэдди за руку, и они побежали по лестнице через заднюю дверь обратно домой. Когда они вошли, Гасс сидел в гостиной в темноте. Впервые Сьюзи испугалась. За все проведенные вместе годы они никогда не ставили под сомнение верность друг друга, и у них никогда не было секретов. Но вот это Сьюзи знала, а она скрыла. «Ну и что происходит?» — спросил Гасс. «Ты где была?» Сьюзи объяснила и рассказала Гассу все о Мэдди и ее родителях. «Мы должны уехать, типа прямо сегодня», — закончила Сьюзи свой рассказ. «Господи боже, Сьюзи, нам и так хватает того, что мы вдвоем ездим с места на место, а ты сейчас хочешь еще ее взять?» «Гасс, я никогда ничего не прошу. Ты знаешь, что я всегда хотела ребенка, особенно девочку. Мэдди особенная, все в ней особенное. Она может стать настоящей силой в мире». Он потер подбородок, покачал головой. Подошел к Мэдди и опустился на колени. «Итак, девочка, тебе нравится моя жена Сьюзи. Ты хочешь, чтобы она стала твоей мамой?» Мэдди кивнула и прильнула к ноге Сьюзи. «Ну, хорошо. Думаю, что мы можем попробовать и увидим, как пойдет. Если ты действительно такая особенная, как говорит Сьюзи, то тебе будет очень хорошо с нами». Мэдди потянулась к Гассу и обняла его. Он ответил ей тем же. Сьюзи стояла и улыбалась, а потом осознала, что она сидит в фургоне и широко улыбается. Они направлялись обратно домой, чтобы закончить с оставшимися узниками и покинуть опасное место. Глава 18 Приехав домой, Гасс был потрясен тем, что увидел машину заместителя шерифа, припаркованную перед домом. Первым порывом было продолжить движение, но Мэдди все еще была там, и в фургоне не было ничего, что им могло бы понадобиться. Поэтому он остановился на подъездной дорожке и выпрыгнул из фургона, а заместитель расслабленно подошел ближе. «Добрый день», — поздоровался полицейский. «Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь?» «Вы Рид Грей?» — спросил он. «Нет, сэр. Я Гасс. Рид мой сводный брат». «Хм, хорошо. А он рядом?» «Сейчас нет. Они с женой уехали из города. Сказали, что им нужно побыть какое-то время вдалеке. Так что мы тут присматриваем за их местечком. У вас какие-то проблемы?» «Ну, я надеюсь, что проблем нет». «Один из наших офицеров сегодня пропал без вести. Его смена закончилась несколько часов назад, и никто не получил от него вестей. Он так и не отметился». «О, мне очень жаль это слышать. А какое отношение это имеет к Рику?» «Его последний вызов был на несчастный случай, на который он поехал недалеко отсюда. Просто на удачу. Это место — единственный дом поблизости, поэтому я подумал, что вы могли бы его видеть или слышать». «Нет, сэр. Никто никогда не приезжает сюда. Вы первый посетитель за несколько недель». «Я понимаю. Вы возражаете, если я туда смотрюсь?» «Вокруг?» «Да, сэр. Он работает в ночную смену, так что, возможно, он тут был, когда вы спали. Я просто собирался пройтись и, возможно, заглянуть в сарай. Ну, чтобы сказать всем, что я проверил, и тут ничего нет». «Ну, честно говоря, офицер, я бы предпочел, чтобы вы этого не делали. Видите, как я сказал, это недвижимость моего брата, а я просто присматриваю за ней. Мне кажется, я не вправе распоряжаться и давать вам разрешение на то, чтобы вы тут все осматривали». «Я понимаю, сэр. Я бы просто быстро посмотрел и, может быть, заглянул бы в сарай». «Послушайте. Сарай — это вообще вне всяких границ. Даже мне это очевидно. Рик сейчас восстанавливает свой старый корвет. У него запчасти везде разбросаны. То дерьмо в том сарае стоит больше, чем я мог бы заработать за год. Так что он сказал, чтобы никто туда даже не подходил. Но, как я сказал, я ничего не нарушу. Просто быстренько осмотрю. И, как я сказал, это не мое место, чтобы дать разрешение вам посмотреть. Вот когда он вернется через неделю, тогда спрашивайте все, что захотите. И смотрите». Офицер молча стоял, а Газ продумывал свое следующее движение. «Последней вещью, которую он хотел сделать, было убийство или похищение еще одного полицейского. Он знал, что как только этот уедет, был вопрос времени, когда он вернется с подкреплением. Но если он не вернется, то подкрепление может прибыть еще быстрее. А если бы полицейский купился на эту историю и уехал, тогда бы все могло стать немножко легче. «Я надеялся сделать это легким способом, Газ», заявил офицер. «Я могу уехать отсюда и вернуться с ордером через, возможно, час или около того. Ну, если вы так и сделаете, тогда у меня не останется выбора, не так ли? У вас есть выбор сейчас». Я его озвучил. «Если судья захочет подписать ордер, чтобы осмотреть недвижимость Рида, то я вас не остановлю. Но я сам не дам никому разрешения на осмотр. Я не адвокат, но я вполне уверен, что вы ничего не можете сделать без этого ордера. Так что, если это именно то, что вам нужно, тогда вам лучше заняться тем, чтобы его получить». «Справедливо», — сказал заместитель, возвращаясь к своему автомобилю. «Я вернусь в ближайшее время». «Вы прекрасно. Офицер, ничего личного. Я надеюсь, что вы понимаете». Заместитель сел в свой автомобиль и, не ответив, уехал. Газ повернулся к Сьюзи. «Мы должны ехать прямо сейчас». «Иди собери то, что нам нужно. Обязательно захвати мой рюкзак из спальни. У меня там пистолет и охотничий нож. Я разберусь с нашими посетителями». «Ты собираешься их прикончить?» «Подумываю взять их с собой. Возможно, нам понадобятся заложники». «Думаешь, до этого дойдет?» «Нет, но нам нужно быть готовыми», — сказал Газ, направляясь в сарай. Отодвинув дверь, он замер на месте, когда увидел, что крысы пожирают тело офицера. Мэдди стояла в стороне, болтая с Бриджет, а Таби молча сидела. «Боже мой», — сказал Газ, — «что ж такое случилось-то, Мэдди?» «Мои домашние питомцы были голодны, и я их накормила. Им нравятся полицейские». Газ вошел, не сводя глаз с кровавой сцены. Виды и запаха было почти достаточно, чтобы его затошнило. И это говорило о многом. «Ну, хорошо», — сказал он. Газ все еще не был уверен, что делать с Мэдди. Он был согласен с Юзи, что она была особенной, но оказалось, что он вроде как побаивался этого ребенка. У него было чувство, что они видели далеко не все, на что она была способна. Время собираться. Он подошел к Бриджит, откопал свои ключи и взял стопку пластиковых стяжек. «Я собираюсь снять с тебя наручники и надеть на запястье вот это. Попробуй сделать что-то глупое, и ты об этом пожалеешь». «Ладно», — сказал Бриджит. Он расковал ее запястье, и она тут же ткнула его в лицо. Он перехватил ее руку, прежде чем она успела его коснуться, и двинул ей локтем в лицо, прокинув на спину. Голова ее ударилась об пол и подскочила обратно. Медленно она села и выплюнула кровь и пару выбитых зубов на ладонь. «Вот ты, шраный урод!» — сказала она, сплюнув еще кровь. «Я тебя предупредил», — сказал Газ, схватив ее за волосы и легонько ткнув в живот. Стянул стяжки на руках за спиной. Он заставил ее наклониться почти до самых ног и повел к фургону. Газ бросил ее внутрь, как тряпичную куклу, задвинул дверь и вернулся к Таби. Она посмотрела на него. «Ты? С тобой? Будут проблемы?» — спросил он. «Нет. Мне нравятся мои зубы». Умная девочка. Он расковал ее, она ему помогала. Он вывел Таби и поместил в фургон немного нежнее, чем Бриджит. Такое сотрудничество жизни ей, конечно, не спасет, но боль ей причинять ему хотелось меньше, чем Бриджит. Как только она оказалась в фургоне, Газ задвинул дверь, и ровно в тот же момент Сьюзи вышла из дома с его рюкзаком и другими сумками. «Я взяла нам одежду на несколько дней, немного консервов и напитков», — сказала женщина. «Отлично. Ну все, поехали». Глава 19 Таби скользила по полу, когда они ускорились по грунтовой дороге. Она подпрыгивала на каждой выбоине, у нее сшибало дыхание, по крайней мере, на каждой третьей здоровой яме. В последний раз Бриджит проскользила по полу и врезалась в нее. Их руки были связаны за спинами, но они принялись пинать друг друга, выкрикивая ругательство до тех пор, пока Газ не заставил их обеих замолчать. «Эй, вы обе, заткнитесь-ка нахуй! Я не могу услышать даже собственные мысли!» Используя бедро Таби как рычаг, Бриджит оттолкнулась от нее ногами, чтобы отодвинуться на несколько футов. «Ладно, и куда мы вообще едем?» — спросила Таби. «Далеко. А почему вы решили нас перевезти? Вы убегаете? Вас могут поймать?» «Вы наша страховка, и нужны нам в качестве заложников, если дерьмо попадет в вентилятор». Таби посмотрела на Бриджит, которая пожала плечами. «Ну, я бы так и сделала», — сказала она. Газ включил радио и пролистал станции. Сьюзи сидела на пассажирском сидении, Мэдди сидела на полу между сидениями, Газ нашел радиостанцию с кантри-музыкой. Следующая же песня, которая должна была заиграть, называлась «Коттенайджо». Это была не техная версия 90-х, а действительно старая версия, где играли скрипки. Газ начал топать ногой, а Мэдди и Сьюзи захлопали в ладоши. Газ подпевал, хотя казалось, что он выдумывает слова на ходу. Но припере все подпевали. «Газ, что вы скажете сейчас?» — Мэдди и Сьюзи. «Говно!» — «Газ, не могу расслышать вас!» — Мэдди и Сьюзи. «Говно!» — «Газ, и куда вы наступили?» — Мэдди и Сьюзи. «Говно!» — «Газ, ой, да вы, что вы говорите? Говно!» Он спел еще пару куплетов, и каждый раз он повторял припев. Таби слышал эту песню, обычно ее играли на свадьбах Техаса. Для танца все устраивались в линию. Уровень веселости этой ебнутой семейки ей казался одновременно странным и возмутительным. «Эй!» — завопила Бриджин. «Эй, вы там! Эй-эй-эй!» Наконец Газ выключил музыку. «Че тебе, блядь, надо? Если вы все собираетесь продолжить петь это дерьмо, может быть, вы меня убьете прямо сейчас?» «Нет, но я могу закрыть твой сраный рот скотчем, если ты не будешь держать его закрытым». Бриджин закатила глаза, немного пошевелилась, пытаясь придумать, как освободиться от туз. Они ехали в тишине чуть дольше часа. Затем Газ остановился и вылез. «Надо заправиться, а вы все оставайтесь тут, и чтоб ни звука. Я спущу Мэдди на вас обеих, прежде чем кто-нибудь и пальцем пошевелит, чтобы вам помочь», сказал Газ, поднимаясь. Мэдди и Сьюзи остались в фургоне, пока он делал то, что он должен был сделать. Он, наконец, вернулся с пакетом закусок и газировкой и посмотрел на двух своих заключенных. «Хотела вам что-нибудь поесть купить, но у меня не хватило налички». «Ой, ну ничего себе!» ответил Бриджин. Они вернулись на шоссе, и на этот раз Сьюзи была за рулем. Они ехали еще минут двадцать. Таби понятия не имела, где они находились. Все, что она видела, это Бриджит и Мэдди, пока фургон несся вперед. Вскоре Таби услышала сирену позади них. Сначала она была тихой, но скоро стала громче. Часть ее боялась, что это была просто машина скорой помощи или пожарная. Но сирена обосновалась прямо за ними, и послышались звуки громкоговорителя. Она поняла, что это прибыло под крепление. «От же ж, блядь!» сказал Газ, посмотрев в боковое зеркало. «Полицейские нас нашли». «Эх, сукины дети! Возможно, я просто ехала слишком быстро? Может, они вообще не по нашу душу?» «Очень сильно сомневаюсь. Еще три тачки едут за этой. Они готовы к битве». Газ откинулся назад и зарылся в рюкзак. Прежде чем он успел что-нибудь вытащить, одна из полицейских машин врезалась в заднюю часть фургона, так что все дернулись вперед от удара. Таби влетела в бриджет, а Газ отложил рюкзак и остался с двумя пистолетами. «Они пытаются столкнуть нас с дороги. У них на передней части здоровые металлические рамы. Пытаются скинуть нас. Но ничего, я их сейчас маленько остужу». Газ вылез из окна, зев на подлокотник, и начал стрелять с обеих пистолетов по преследующим их полицейским. Сделав несколько выстрелов, он проскользнул обратно внутрь. «А мы приближаемся к Сан-Антонио», сказала Сьюзи. «Я вижу. Сверни с фривея на этом съезде». Она сделала, как он сказал, и фургон сошел на примыкающую дорогу. За нами уже увязался весь департамент, блядь, безопасности. И они от нас не отстанут, естественно, хотя несколько, к счастью, отвалились. Доехав до светофора, они увидели, что еще подтягивалось несколько полицейских автомобилей в их сторону, пытаясь организовать дорожное заграждение. Подъехали еще три автомобиля, когда фургон приблизился к перекрестку. «Ну и что мне делать?» спросила Сьюзи. «Педаль в пол и держись!» Прорал газ, крепко держа Мэдди. А Сьюзи успокоилась. Таби была полностью уверена, что сейчас умрет. Она закрыла глаза и попыталась изо всех сил скомпоноваться. Она почувствовала, что фургон врезался в полицейских, его замотало в стороны, а ее подкинуло в воздух. Через несколько секунд все снова выровнялось. «Хочешь, блядь, еще чуть-чуть и вот здесь вернись на фривей. Нам повезло, что они не встали на позиции», произнес газ. «Пиздец, как это было дико!» заверещала Сьюзи. Мэдди сидела без признаков эмоций. Таби задавалась вопросом, заделали что-нибудь из этого сумасшедшего ребенка. Или там ребенка-то не было, только оболочка. Скоро снова раздались звуки сирен за ними, а сверху послышался вертолет. Газ снова высунулся в окно и несколько раз выстрелил в воздух. Он стрелял в вертолет. Он сделал еще несколько выстрелов, а затем соскользнул обратно и перезарядил оба пистолета. «Это должно заставить вертолет держаться от нас подальше, по крайней мере, ненадолго», сказал он. Сьюзи смотрела в зеркало заднего вида. «Блядь, Газ, у нас проблема. У них большой бронированный грузовик, и он несется прямо на нас. Выглядит как танк, и он уже приближается». «Ну и хорошо», — ответил Газ и перелез в заднюю часть фургона. «Ну что ж, время творить». Глава 21. Очнулся Газ спустя несколько мгновений. Он лежал лицом вниз на полпути из фургона. Горячий асфальт обжигал лицо, заставляя его очнуться. Он оглянулся и попытался двинуться, но нога застряла в фургоне. Сьюзи лежала частично на нем. Он слегка подтолкнул ее, заметив медленно сочащуюся кровь на виске. «Сьюзи! Сьюзи! Боже мой, нет! Сьюзи! Очнись!» «Она мертва», — сказал голос сзади. Это была Мэдди. Она стояла там, пока несколько полицейских в полном защитном снаряжении вылазили из грузовика и приближались к ним, держа оружие на готове. «Мэдди, ты в порядке? А где Бриджит?» Он только что заметил, что фургон лежал на боку. Дверь была неизвестна где, а Мэдди показала куда-то сзади. Именно там лежала на тротуаре Бриджит. Ее руки были все еще связаны за спиной, но ее голова лопнула. Мозги разлетелись по всей дороге, тело было неподвижным. Гасс оглянулся, снова посмотрел на Мэдди, но она уже смотрела на приближающихся полицейских. Мэдди начала кричать, облокотившись на фургон и обнимая ноги. Он с удивлением смотрел, пока его окружали полицейские, как один из них обнял ее, думая, что только что спас эту беспомощную маленькую девочку. Гасс улыбнулся, когда один из полицейских схватил его за руку. Он проигнорировал боль, потому что смотрел за тем, как уносят Мэдди. Она обняла офицера, как будто он только что спас ей жизнь. Смотря на Гасса, она выдавила из себя улыбку, всего лишь на мгновение, и снова принялась рыдать. Эта девочка была действительно особенной. Глава 22. Два года спустя. Техасский дом для развития подростков. Уильям Торнтон сидел напротив Мэдди, которая уставилась на свои коленки. Он присматривал за ней с тех пор, как она приехала год назад. Правда, с тех пор прогресс был небольшой. Он знал ее историю, так как был назначен ее терапевтом. Пара серийных убийц убила ее семью и путешествовала вместе с ней, убивая всех вокруг. Мэдди сказала властям, что они заставили ее заниматься сексом, жертвами, а потом наблюдать за убийствами. Вильям мог только представить, как сильно это ее травмировало. Ее пристраивали в различные приемные семьи, но она никогда не встраивалась в общество к другим детям. Обычно все заканчивалось драками, или родители начинали просто ненавидеть ее, но никто не объяснял причин. Кроме той, что она была ужасным ребенком. Во время их занятий она всегда была очень мила. Он видел некоторых детей, которые мастерски манипулировали, но не замечал этого за Мэдди. Она просто казалась обеспокоенной и грустной. «Как твои дела, Мэдди?» — спросил он. «Нормально». «Хорошо. Расскажи мне о том, что случилось сегодня в школе. Твоя учительница сказала, что ты воткнула однокласснику карандаш в руку. Это правда?» «Да, отчасти». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, это еще не все. Я не просто воткнула в него карандаш». «Хорошо. Расскажи мне, что произошло». Он все время хватал меня за грудь. Когда мне исполнилось тринадцать, грудь начала расти. Странные ощущения, и пацаны ведут себя очень глупо. И, наверное, поэтому он все время меня трогал, потому что сидел рядом. И я просто отбросил его руку». «Ты рассказывала об этом учительнице?» «Я пыталась. Она просто сказала, что если увидит снова, что я бью Томми, она отправит меня к директору. Поэтому, когда он опять это сделал, я поняла, что она с этим не собирается ничего делать. И я все равно отправлюсь к директору. Поэтому я решила, чтобы это было не зря». «Ничего себе. Это в некотором смысле дедукция. Я не замечал, чтобы ты раньше прибегала к этому способу». «Но, наверное, я взрослею». «Посмотрим. Мадди, ты понимаешь, что нанесла ему реальный вред? Сказали, что ты не просто ткнула в него карандашом, но глубоко воткнула его и протащила вверх. У него очень серьезное повреждение, ему придется накладывать швы, и, возможно, у него поврежден нерв. Может быть, он никогда больше не сможет пользоваться рукой». «Ну, возможно. Зато он больше не будет никого хватать за сиськи, не так ли?» «Видишь ли, именно это меня и беспокоит. Отсутствие у тебя раскаяния. С тех пор, как ты тут, ты никогда не рассказывал о родителях. Ты даже не спросила, что произошло с Гассом Брихаусом». «Я и так знаю, что с ним произошло». «Откуда ты знаешь?» «Я предполагаю». «Ну, хорошо. И что же ты предполагаешь?» «Его арестовали». «Правильно. Он потерял ногу в несчастном случае. Теперь он находится в Хансвельдской тюрьме, ожидает смертной казни. Только из-за уверенности в том, что он убил тех двух женщин, Таби и Бриджет. Нет никаких данных, сколько было других людей. Что ты думаешь о том, что он сидит в камере смертников? Тебе это нравится?» «Почему мне это должно нравиться?» «Потому что он причинял тебе боль». «И?» «И обычно жертвы рады видеть, как страдает человек, который причинял им боль». «Я думаю, что мне все равно. Если я буду волноваться, это ничего не изменит, и уж точно не поможет выбраться отсюда». Он откинулся назад и скрестил ноги. «Нет. Думаю, что нет. Ну, хорошо. У нас почти вышло время. Вот что мы сделаем. Тебе повезло, что тебя не арестовали из-за сегодняшнего инцидента. Если бы ты не приходила сюда, они бы, скорее всего, так и сделали. Я собираюсь рекомендовать, чтобы тебя перевели в крестмельское отделение». «Что?» спросила Мэдди, вытращив глаза. «В крестмеле находилось отделение строгой изоляции, где держали самых больных, самых сумасшедших пациентов. Никто не хотел, чтобы его туда перевели, и с тех пор, как она была тут, она никогда не видела, чтобы кого-то туда переводили. Мне очень жаль, но это для твоей собственной безопасности. Это не навсегда, только до тех пор, пока мы не поработаем с тобой, чтобы гнев, который ты испытываешь, можно было унять. Думаю, что сегодня мы достигли некоторого прогресса». «Вы не можете отправить меня в крестмель? Никто никогда не возвращается оттуда?» «Что?» «Да, конечно же, возвращаются. Не верь этим россказням. Все будет в порядке. До утра ты останешься тут. Утром у них освободится место, поэтому иди отдохни и собери вещи». Она огляделась по сторонам, размышляя о следующем ходе. Она совершенно точно не собиралась в крестмель. Она посмотрела на его стол, где лежал пресс для бумаги. Она подошла и взяла его. «Бэдди, ты что делаешь? Поставь его на место!» Сказал он и съежился, но вместо того, чтобы ударить его, она ударила в лицо себя. Прямо под правый глаз. Она ударила в то же место еще несколько раз, затем ударила себя по носу. Он с ужасом наблюдал за тем, как она схватила себя за ворот рубашки и рванула, оголив лифчик. После этого она ударила себя по лицу еще несколько раз. «Мэдди, что ты, блядь, делаешь?» Он встал и попытался остановить ее, но она металась вокруг стола, оставляя его все время между ними. «Не подходи!» предупредила она. Она подтянулась вниз и схватила степлер со стола, сбросила джинсы и трусики и засунула его между ног. «Мэдди, что это за херня?» Она жестко заталкивала его в себя, каждый раз охая. После двух или трех толчков она вытащила его и защелкнула на половых губах, как будто спустила его и сбросила на влагалище, как будто пыталась поранить себя еще сильнее. «Мэдди!» Она обошла стол и встала перед ним. Он выглядел испуганным и смущенным. Внезапно ее глаза закатились и она упала в обморок прямо в его руки. Он ее поймал и подержал мгновение, а затем потащил к дивану. Когда он донес ее до дивана, она распахнула глаза и закричала. «Боже, помогите! Не делайте мне больно! Помогите!» кричала девочка. «Что? Что?» «Мэдди, я пытаюсь тебе помочь!» Дверь распахнулась, и Николь Мур, дежурная медсестра, ворвалась внутрь вместе с дежурным персоналом. Они застыли в дверях, а Вильям смотрел на них не в силах понять, что только что сделала с ним Мэдди. «Я не знаю, что случилось, она будто обезумела, стала кричать!» «Вильям!» сказала Николь. «Отпусти ее прямо сейчас, а я вызываю полицию!» Час спустя Мэдди сидела на заднем сидении в полицейском автомобиле, укутавшись в одеяло. Она смотрела в окно на то, как уводят Вильяма в наручниках. Николь сказала, что ее переведут в другой дом, который был более строгим и оборудован для того, чтобы помогать жертвам насилия, которое она только что пережила. Такой вариант ей подходил. Патрульная машина уехала, а она думала о Гасси и Сьюзи. Она скучала по ним, но не могла их подвезти. В конце концов, она ведь была особенная. Конец повести. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Святослав Альберио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова